В роли преступников, например, один из спортсменов пытался изнасиловать горничную, она успела убежать, заявила в полицию, его задержали. Около 85% граждан России принимают участие в благотворительности. Такие данные приводят результаты всероссийского выборочного исследования международной компании Ипсис Групп. Круг адресатов, которым они готовы помочь, достаточно широк от социально незащищенных семей, больных детей и хосписов до бездомных животных и диких зверей на грани вымирания. Помимо пожертвований, граждане интересуются и волонтерством, краундфандингом, коллективный сбор средств через социальные сети, меценатством и спонсорством. Подробнее читайте на сайте российской газеты. Все пишут, естественно, об итогах встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Санкт-Петербурге. Такую краткую сводку итогов и результатов приводит сайт «Медузы». 8.36 – это был обзор прессы. Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8. Слушать, думать, знать правильные глаголы. Говорит Москва! Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем! 8 часов 37 минут в эфире программа «Подъем» в студии Дарья Кнорре и Владимир Карпов. Доброе утро! Конечно же, продолжаем следить внимательно за Олимпийскими играми, которые проходят в Рио-де-Жанейро. С этого начинаем мы наш традиционный обзор новостей. Тем более, что новостей поважнее... Чуть не сказал нет. Хотя нет, подождите, есть, конечно. Реджеп Таип Эрдоган прилетал. Они переговаривались в Санкт-Петербурге. Все это в Константиновском дворце в греческом зале. В греческом зале. Все это происходило. В резиденции Путина. Но все это будет позже. Мы вернемся к этой теме и будем ее плотно обсуждать, в том числе с вами. Но начнем все-таки с Олимпийских игр. Давай, я тебе буду сейчас, Дарья, рассказывать о именах великих чемпионов, чтобы ты себе уже, наконец, записывал. А я уже себя открыла, но ты все равно не расскажи. Хасан Халмурзаев. Да. И вид спорта дзюдо ты уже даже знаешь. Потому что что? Потому что это главная кузница вообще медалей для нашей сборной. Вот смотри, четыре золотые есть у наших пока. Из них две принесли дзюдоисты. Чтобы ты знала, по-моему, за всю историю Олимпийских игр, когда наши там дзюдоисты выступали, всего в сумме, по-моему, десять наберется медалей золотых. Две уже на этих Олимпийских играх. Понимаешь? Круто. Что еще скажешь? Эцио Гамба. Вот это имя запомни, пожалуйста. И запиши где-нибудь. Так, запиши. Эцио Гамба. Так. Олимпийский чемпион 1980 года. Тренер наших дзюдоистов. Итальянец. Именно при нем наши вот как-то начали выступать и побеждать. Понимаешь? Мы раньше воспринимали как героя, безусловно, он есть герой, Дмитрия Носова, нынешнего депутата Государственной Думы. А он призер Олимпийских игр. По-моему, бронза у него, если мне не изменилось. А сейчас на этих Олимпийских играх уже две золотые медали у наших дзюдоистов. Видишь? Да. Восторг? Абсолютный. Все. Эцио Гамба. Хасан Халимурзаев. Просто записывай. Я не понимаю, почему Гамбе еще не ставит памятник в Российской Федерации. Потому что он того давно заслужил. Это самое важное. Для дзюдоистов еще не все закончено. Впереди еще три дня соревновательных у них. На татаме будут выходить еще наши. И есть вероятность того, что вот эти две золотые медали и одна бронзовая, которая уже есть у наших борцов, это не последние медали. А будут еще. Будем надеяться. Но мы таким образом вышли на пятое. С седьмого на пятое поднялись в общем медальном зачете. У нас три золотых, шесть серебряных, три бронзовых. А почему я подумал, что четыре? А, это я, господи, да. Прошу прощения. Конечно, конечно. Конечно, пока три, но так или иначе, две из них принесли наши дзюдоисты. Сейчас я погорячился. Неважно. Так вот, забежал вперед чуть-чуть. Но сегодня же день будет, правда? Ничего, может быть, это пророчество? Да, да, да. Ну и тем, кто не смотрел, как Хасан Халимурзаев блестяще победил американцев в финале. Это было действительно сделано красиво, потому что тактический американец его хотел переиграть и тащил все время вниз, в портер, и там пытался его измотать. Ну, такой, если ты не чувствуешь себя уверенно в стойке, нужно обязательно что-нибудь нехорошее сделать со спортсменом и измотать его физически, чтобы потом, как-нибудь, по ошибкам, по судейским замечаниям попытаться выиграть. Вот такая тягучая, сложная борьба предстояла Хасану Халимурзаеву, но он блестяще под хватом его победил. Очень красивый бросок, получился чистая победа и пон называется это в дзюдо. Все, мы восхищаемся, идем дальше. У нас есть еще спортивные гимнастки, наши девчонки, которые заняли второе место, но там как будто бы вне конкуренции американки, они на голову у всех сильнее были. И поэтому нашим было тяжко, но они смогли, они смогли добиться максимума, на что могли вообще рассчитывать, это серебряные медали. Как бы не цинично это звучало, все-таки спорт, знаешь, там мы все время верим в чудеса, что сейчас совершат невозможное, но есть такая история, когда соперник на голову выше тебя. Увы, в спортивной гимнастике пока наши не могут полноценно конкурировать с американками, если еще учесть, что у наших там травмы некоторые бывали, поэтому, ну, сложно было. Они добились максимального результата для себя на этих олимпийских играх, заняли второе место, серебро, опередили китаянок, все, блеск, шик, красота. Да, как и мужская сборная за день до этого, собственно, тоже по спортивной гимнастике завоевала серебро. А Абдул пишет еще, вольники впереди, но это правда, там еще много чего впереди, мы вот только пока про дзюдоистов и про памятника Этсо Гамби. Так вот, если возвращаться к гимнасткам, вот, знаешь, художественная гимнастика и женская спортивная гимнастика, это те виды спорта, на которые я без слез смотреть не могу. Почему? Потому что я долго наблюдал на протяжении нескольких лет, как вот приводят в секцию художественной гимнастики или спортивной гимнастики совсем маленьких свистушек, вот, девчонок. Ну, прям вот три-четыре годика там, ну, пять лет это уже такие престарелые. Так вот, и там с ними начинают заниматься тренеры. А тренеры — это такие вот тетечки, чаще всего, которые сами вышли из художественной спортивной гимнастики, они прошли через все круги ада и начинают через эти круги ада проводить вот этих совсем, совсем еще маленьких. Да, крошечных детей. Крошечных. Понимаешь, их начинают тянуть, сажать на шпагат, они плачут, рыдают, просятся к маме или еще, а их заставляют, говорят, надо, надо. Они рыдают и их тянут. Это вот, правда, без слез нельзя смотреть. И это только начало, ты пойми, самое страшное. Да, и на тот момент это еще совсем не решение ребенка, это родители приняли волевое решение отдать ребенка в большой спорт. Ну, как сначала не в большой, потом в большой. Ну, во-первых, это красиво начнется. Ну, это безумно красиво. Я очень жду художественную гимнастику. Да, ну, правильно, сейчас пока спортивная. Так вот, я всегда с восторгом, умилением и ужасом смотрю на этих девочек, которые выступают. Это совсем полутораметровые, совсем крохотулечки, понимаешь? Они уже борются за олимпийское золото. Все, все, все. И поэтому всем рекомендую смотреть и всегда вспоминать, через что они прошли для того, чтобы попасть на Олимпийские игры. И еще что у нас из любопытного. Сейчас, подожди, американки по виду не похожи на чистых спортсменов, пишет Святослав. Ну, Святослав, подождите, мы не знаем. Я думаю, что все-таки с гигиеной все в порядке. Майкл Феллб стал 21-кратным олимпийским чемпионом. На допинг его не проверяли? Нет, конечно. Ведь антидопинговые агентства полностью подвластны США, пишет Артемис. Все нормально, Артемис. Я вот в это не верю. Полагаю, что там всех проверяют, особенно тех, кто завоевывает золотые медали, серебряные и бронзовые. Поэтому, ну, если не проверяли, то проверят. Вот здесь я бы сомневаться не стал. Еще у нас уже такие околоспортивные новости. Голландского гимнаста Юрия Ван Гелдера отстранили от соревнований. Но, вернее, его не включили в заявку на соревнования. Причем исключили его свои же, голландцы. Все почему? Потому что Юрий Ван Гелдер, когда успешно прошел квалификацию и должен был выступать уже дальше на соревнованиях, бороться за медали, решил это дело отметить. Ну, что, парень уже взрослый, 33 года, ну, чуть-чуть подвыпил. Допик, правда, бы чистый, чего там хряпнуть. Подвыпил, да, отметил это дело. Из-за этого, ну, то есть он не просто стопарик там, судя по всему. Юрий Ван Гелдер, как мачо, видимо, там в загул такой хороший ушел из-за этого, опоздал на сборы. Из-за этого там его сначала ругали, а потом просто за нарушение дисциплины отчислили. Заметьте, голландец. Вот так вот. Все русские-русские у них пьют. Юрий Ван Гелдер, пожалуйста, нажрался, как скот, и все, из-за этого не сможет стать олимпийским чемпионом. Хотя теоретически мог претендовать, у него успехи какие-то были. Вообще, парень, конечно, еще тот, потому что в девятом году его ловили на употреблении кокаина. А здесь он решил, видимо, синьку с марафетом не мешать, и поэтому вот остановился на синьке. Ну, такой настоящий голландец. Настоящий голландец. Ну, не знаю. В общем, вот такая история около спортивной. Хотя у них там другое популярно. Ну, неважно, да. Ну, и еще одна околоспортивная новость, которая касается олимпийских игр. Это как бы это, как бы это, как бы это. Член сборной Бразилии по регби-7 Сидора Серулу получила предложение руки и сердца от своей девушки Марджери Энни, работающей на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро волонтером. Это произошло после финальной встречи регбийного олимпийского турнира, в котором сборная Австралии со счетом 24-17 обыграла команду Новой Зеландии. Бразилия заняла на турнире девятое место, но Серулу пришла на стадион, чтобы с трибуны понаблюдать за решающим матчем. После финального свистка волонтер и спортсменка, обе барышни, вышли на поле, где Энни в микрофон сделала предложение своей возлюбленной. Регбистка ответила согласием, ну и на всякий случай напоминают нам, что в Бразилии однополые браки легализованы с 2003 года. Очень давно. Такая романтическая история с неоднозначным подтекстом, если мы говорим о Российской Федерации, потому что здесь сразу возникли бы претензии, заговорили бы о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних в том числе. Ну и вообще возникла бы масса вопросов к этой истории, особенно если говорить, что это все происходило публично, на стадионе, все это в микрофон, я не знаю, это выглядело должно быть очень красиво и мило, и должно вызывать умиление. Но вот сейчас, давай, сразу запустим голосование для того, чтобы прояснить в общих чертах, как вот, значит, у нас есть любовь, у нас есть предложение руки и сердца. Все это происходит на Олимпийском стадионе при ископлении тысяч, десятков тысяч зрителей, и это вызывает у вас умиление. 134, 21, 35. Ну это две барышни, ну да, ну что бывает. Это вызывает у вас умиление. 134, 21, 35. Нет, это вызывает у вас негодование. Это 134, 21, 36. Что они себе позволяют? 134, 21, 36. Вы умиляетесь, когда слышите эту историю, когда смотрите эту запись, это 134, 21, 35. Вы скорее негодуете. Вас вызывает это все отвращение. Это 134, 21, 36. Наше голосование началось. Префиксы в том, и в другом случае, 8, 4, 9, 5. Мы работаем в прямом эфире, просто на всякий случай напомнил. Телефон 7373-94, 8. СМС плюс 7, 9, 2, 5, 8, 8, 8, 8, 94, 8. Наш телеграм, телеграм-бот, говорит МСК-бот, так это называется, в поисковике латиницей вы одно слово забиваете, говорит МСК-бот, и присоединяйтесь к нам. Поехали. 7373-94, 8, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло, доброе утро. Доброе. Да, я считаю, что если у них это все легализовано, вот, и у них это в порядке вещей, вот, и у них менталитет совсем другой, то есть мы не можем, как бы, да, себе позволить такого. Ну, а для них это, наверное, хорошо, это, наверное, то же самое, что у нас на полном стадионе, как бы, да, мужчина сделал бы свои любимые предложения. То есть... Я думаю, как бы, ну, для них это нормально. Вы проецируете все-таки ситуацию на бразильскую землю и понимаете, что это для них нормально, а значит, можно умиляться. Естественно, а у нас-то менталитет другой, мы себе такого не позволим, как бы, мы немножко, как бы, ну, должны понимать, что у них это у них, у нас это у нас. Спасибо, спасибо, спасибо. Да, интересно, а я вспоминаю совершенно бурную популярность невероятную группу Тату, которые целовались в клипах и слушала полстраны их песни. Над Гадагедас. Да, и, кстати говоря, эта песня потом звучала на наших Олимпийских играх в Сочи. На открытии, на открытии, да. Да, было такое, значит, грешны тоже, но здесь другое. Как-то мы тогда не говорили про наш менталитет, про то, что нам это не свойственно. На открытии Олимпийских игр они больше не целовались, там просто... Ну, да, ну, все, конечно, вспоминали, собственно, этот клип и их песню, и, в общем-то, и весь подтекст. Ну, давай-давай, голосование продолжается. Вот такая романтическая история приключилась на Олимпиаде в Рио, и это вызывает у вас умиление 134, 21, 35. Это вызывает у вас негодование, отвращение и массу других нехороших эмоций. Это 134, 21, 36, префикс 8, 4, 9, 5. Знаешь, я как-то в московском метрополитене шел за девушкой, у которой в руках был рыбийный мяч. И в этот момент я чувствовал себя в какой-то жгучей безопасности. Ты понимаешь, я прекрасно осознавал, что впереди меня идет в хорошем смысле таран, который не позволит меня обидеть, поэтому я просто пристроился туда, за ней, и с телефоном шел спокойно, утыкаясь там телефоном в ее спину, потому что, ну, никто точно не мог свернуть нас с правильного пути. Да, эти девушки, которые, собственно говоря, участницы этого мероприятия, девчонки, которые сделали... А, девушка, которая сделала предложение, выглядит тоже очень мужественно. Они крепкие барышни. Они крепкие, да. Крепкие барышни, потому что они играют в регби. Там, просто если ты посмотришь на регбистов мужиков, это тоже отдельная песня. А они, правда, их бьют, там что-то кровь струится по щекам, там, по всему, а не слезы. У них всегда только кровь струится, понимаешь? Это не футбол, заметь. Это не футбол. Там ломают нос, он его вправляет на ходу и побежал дальше играть. Все, а там одно прикосновение и уже трагедия. И вот, да, такие барышни, да, маскулинного склада несколько, да, наверняка, ну, есть определенные... Ну, что? Ну, а что их за это, осуждать, что ли? Смотри, 134-21-35, ну, вы умиляетесь. 134-21-36, вы негодуете. 7-3-7-3-94-8, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Москва. Да, Сергей. Владимир, Дарья. Знаете, что я хотел сказать? Вы знаете, дело в том, что меня не удивило, это вполне нормально. Это и жизнь, и они себя нашли. Просто я думаю, что если бы у нас это сделали девушки, я думаю, это тоже бы не вызвало критики негатива. Вот мужики, да, ну, немножко в гомофобнее мы, с точки зрения... Вот представьте, два мужика... Дискриминация какая, смотрите. Да, ну, согласитесь, нет. Я думаю, что по отношению к женщинам в лесбии у нас мужчины не относятся так противно, типа фу-фу. Ну, вот поверьте мне, это так. Я не говорю, что про всех мужчин, но часто мужчины смотрят спокойно и порно с лесби, и... Я понимаю, про что вы рассказываете, но просто посмотрите на это предложение руки и сердца. Но это несколько отличается от того, что показывают в порно, как вы говорите. Но я не про порно, вы мою мысль поняли. Да, конечно. Если бы это были мужики, это было бы более сильно негативно и блеводно. Спасибо. Но вы еще не знаете результат в голосовании. Мы еще сами не знаем. Поэтому сейчас остановим и подведем итог. Результат. 30% наших слушателей говорят, что это восхитительно и умилительно. 30%. 70% говорят, что это мерзко, отвратительно, пошло, ну, как так, в общем, гадости. 70% на 30%. Так проголосовала наша аудитория. Все это про романтическую историю на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где девушка-волонтер делает предложение руки и сердца девушке из рогбийной команды Бразилии. И так, такая штука произошла в Рио-де-Жанейро. Ну, давайте еще один звонок, комментарий. 7373948. Алло, здравствуйте. Доброе утро, Михаил. Да, Михаил. Ну, во-первых, срочно надо Бразилию исключать из организации БРИК. За что же? Как мы можем быть рядом с людьми там. Значит, вот в таких вещах, вот в реакции, я хочу сказать, плебсу всему, ваша реакция отрицательная, страшная, выдает ваше невежество и так далее. Вы к кому сейчас обращаетесь, просто, Михаил? Нужно уточнить. Под плебсом вы имеете в виду кого? Тем 70%, которые выступают против требований природы. Хочу вам сообщить, как ученый, количество гомосексуальных пар, даже пар, ну, латентных, в России абсолютно такой же, как и в Бразилии, как и в Киргизии, как и в Таиланде, как и в Грузии, Чечне. Это такая штука, которая проходит на уровне логоса природы. Не нам об этом судить. Это некое требование естества, которое заложено в каких-то там мирах нам недоступных. Это геном, и здесь нет никакого извращения. Расслабьтесь и пожелайте им хорошей жизни. Но, кстати, Михаил, обращаю ваше внимание на то, что результат голосования отнюдь не 87 на 13, не 90 на 10. Да, меня тоже удивило. А, так вот, смотрите, вы начали с плебса, с критики вообще всего, а потом вас удивило, что все-таки 30% не видят в этом ничего страшного. Меня это порадовало. Порадовало же. Это значит, какая-то эволюция все-таки происходит. Может, это революция уже, Михаил, что же такое-то? Ну, пока эволюция. Спасибо. Не-не-не, мы всегда за эволюционный путь развития. Правда, периодически включаем тормоза, но мы, как консерваторы и ретрограды, ровно для того, чтобы слишком не увлекались. Потому что они мгновенно устроят нам революцию, понимаешь? Конечно, здесь вопрос не в том, сколько людей, сколько гомосексуалистов в России, а как к ним относятся и насколько они открыты. У нас считается, что это показывать нельзя. Если уж ты такой, так будь добр, молчи. И раздражение вызывает как раз демонстрация и, не знаю, требования каких-то прав, требования. Тебе вызывает раздражение? Нет. Нет, мне не вызывает раздражение. Ну, что же, Дарья не голосовала в справедливости. Ради нужно отметить. Ну, давай еще один звонок. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, вы в эфире. Да, я хотел просто сказать, что ведь вопрос был, насколько вызывает ли у вас это умиление или не вызывает. Но я думаю, что это нормально, когда у большинства людей это не вызывает умиление. И, соответственно, эти 70%, ну и я в том числе, так и ответили. То есть вопрос не в осуждении, а просто это не нравится и все. Не нравится, не понравилась эта история, хотя и романтическая, так получается. Ну, может быть, для них это романтическое. Ну, я думаю, это вполне естественно, что для большинства людей это не очень приятно. Спасибо, спасибо. Неприятно. Ну, неприятно – это одно дело, а другое дело – это вызывает отвращение, раздражение. Вы считаете это, не знаю, непристойностью какой-то? Ну, видишь, у тех, кому не понравился такой-то мирный протест. Мирный протест. Да, мирный протест. Ну, говорят, слушайте, ну, нам не очень понравилась вот эта история. Поэтому уж простите нас, но мы голосуем – нет. Вот это умиление у нас не вызывает. Барышня, если вы хотели произвести на нас впечатление… Не получилось. Ну, у вас не получилось. Поэтому простите, мы идем дальше. Добавить к этому, ну, правда, что-то сложно. Еще раз напомню, 30% умилились, 70% нет. Ну, вот, кстати, я согласна с нашим первым слушателем, который до нас дозвонился. Если бы это были девушки какие-нибудь хрупкие и, например, с какой-нибудь той же художественной или спортивной гимнастики… Во-во-во, остановись, подожди сейчас. Это было бы… Ну, я думаю, что процент был бы совсем другой. Все, давай последний комментарий слушаем. Мэп отключился. Ну, последний, я обещал же, да. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Валерий Москва. Да, Валерий. Вы знаете, самое странное и то, что люди выпячивают это. Ну, зачем? Ну, это, да, они… Парлист. Что они, так сказать, это на всю жизнь и все такое. Зачем выпячивают? Зачем парады? Не, мы как… Ну, есть это 30% или сколько? Валерий, Валерий, да, давайте. Мы как опытные бойцы должны их предупредить. Не обещайте деве юной любови вечной на земле, правда же? На земле, да. Да, ну вот, просто не нужно так выпячивать, рвать на груди тельняшку и кричать, что все, до конца жизни. Так это ко всем относится. Пусть… Не важно. Мы же должны были предупредить. Так потом она же разводиться с ней будет уже по-тихому, по-тихому, понимаешь, там… Ужасно все это. Злобно деля имущество. Поехали, сейчас о движении. Подъем в движении. Сейчас наша рубрика «В движении. Где вы едете и что наблюдаете?» Яндекс говорит, что сейчас на московских дорогах 4 балла. Какая-то нехорошая история происходит на юго-востоке московской кольцевой автодороги, на внутренней ее стороне. Начиная от Волгоградского проспекта и туда на юг, ну, стоит все. Почему? Не очень понимаю, возможно, вы расскажете. Яндекс рисует несколько ДТП, возможно, из-за них все происходит. Что еще? Это Калушка, по-моему, да? На Калушке все очень плохо, но здесь ничего удивительного нет. Люди пытаются и разворачиваться и так, и эдак, и никак, и боком, и с прискоком. 7373948, алло, здравствуйте. Доброе утро. Что происходит? Почему вы молчите? 7373948, слушаем вас внимательно, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Шоссе энтузиастов. В Москву уже час ползем. Ну, в общем, как всегда, но сегодня чуть дальше пробка. Шоссе энтузиастов. Сегодня не как всегда, потому что чуть больше пробка сегодня. Нам вчера осетовали на то, что, мол, там, рассказывали про адский ад. Поехал человек проверить, действительно, адский ад подтверждает. Да, подтвердил, да. Да, но и сегодня та же история на Волгоградском проспекте, кстати, тоже. Поэтому будьте бдительны, все пробки на месте. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Ольга Москва. Да, Ольга. Сейчас вот въехала. Не могли вы чуть пораньше сказать про эту пробку? Где? От Волгоградки. Внутренний МКАД. Как в нее и влезло. Влезло. Бегите, бегите отсюда, я не знаю. Куда? Спасибо. Ну, я не успел предупредить, потому что простите, что у нас в строго определенное время заводится эта рубрика в движении, поэтому, ну, простите. Что еще? В центре Москвы пока еще более-менее, но Кремлевская набережная, конечно, стоит. Конечно же стоит. Внешняя сторона Садового кольца в районе Тверской и туда дальше. Что происходит у вас? 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ярославка стоит сегодня хуже, чем обычно, и от МКАД в центр. Ярославка очень плохо сегодня, начиная от Московской кольцевой автодороги. На внутреннем МКАДе не видно ни аварий, ни ремонта. Недоумеваю, почему не едем. Об этом пишет Маргарита. Спасибо вам, Маргарита. Ну, что, теперь новости, а после этого вернемся. Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94,8 9 утра в Москве. Студия с новостями. Катерина Звягинцева. Здравствуйте. Полиция Рио-де-Жанейро расследует атаку на автобус с журналистами. Поврежденную машину уже отправили на экспертизу. Организаторы Игор подтвердили, что в результате ЧП два человека получили легкие ранения от разбившегося стекла. Между тем, в МОК опровергают сообщения, что автобус обстреляли неизвестные. По предварительной версии, два окна в машине были разбиты камнями. Инцидент произошел по дороге в главный пресс-центр. По словам водителя, он услышал непривычный шум, а затем заметил, что все пассажиры легли на пол. Отмечу, что это не первые подобные криминальные сводки из Олимпийского Рио-де-Жанейро. Ранее была информация об ограблении русского дома и тренеров и спортсменов различных команд. Сирена Уильямс сенсационно проиграла в 1,8 финала Олимпийского турнира. Знаменитая американская теннисистка уступила украинке Иллине Светолиной в двух партиях. Итоговый счет матча 4-6-3-6. Уильямс, которая трижды выигрывала золотые олимпийские медали в парном разряде и один раз в одиночном, была посеяна на турнире в Рио под первым номером, а Светолина под пятнадцатым. В следующем раунде украинская теннисистка встретится с представительницей Чехии Петрой Квитовой. Что касается российских спортсменок, то не сумели пробиться в четвертьфинал Светланы Кузнецова и Екатерина Макарова. Борьбу продолжает единственная представительница нашей страны Дарья Касаткина, которая обыграла итальянку Сару Иране. Два электровоза сошли с рельсов на Забайкальском участке Транссиба. Пострадавших нет. На место происшествия направили восстановительные поезда, передает Интерфакс. Движение приостановлено по одному из путей. На расписание пассажирских поездов инцидент не повлиял. Хилари Клинтон потратила на рекламу избирательной кампании 52 миллиона долларов. Кроме того, 39 миллионов вложили фонды, различные комитеты и частные инвесторы, передает телеканал NBC News. При этом соперник Клинтон, республиканец Дональд Трамп, не потратил на свою рекламу ни цента. Лишь 8 миллионов долларов выделили его группы поддержки. Выборы президента США и обеих палат Конгресса пройдут 8 ноября. Действующий президент Барак Обама дорабатывает второй срок на посту президента. И не может баллотироваться вновь. На пост главы государства претендует Дональд Трамп от республиканской партии, Хилари Клинтон от демократов. На юго-востоке Москвы ограбили квартиру на 37 миллионов рублей. Жертвой преступников стал 32-летний житель столицы. Он уезжал в отпуск, а когда вернулся, заметил, что из его квартиры исчезли 20 миллионов рублей наличными, а также часы и ювелирные украшения. Как сообщили в столичном главке МВД, преступники подобрали ключи к замку и попали в дом на 1-й улице машиностроения. Сейчас полиция изучает записи камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело. Далее о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 64,78 евро 71,76 рубля. И о погоде. В Москве сейчас около 23 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. По данным Гесметио, сегодня в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Днем максимум до плюс 25 градусов. К этой минуте пока вся информация. Катерина Звягинцева. Говорит Москва. Внимание, внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Реклама. Твоя команда, твой спорт, твой чемпионат. Чемпионат.ком. Ведущая спортивная интернет СМИ России. Чемпионат. Главное слово в спорте. По данным Лайв Интернет за сентябрь 2015-го. Категория 18+. Телефон рекламной службы 737-8747. Код 495. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва. Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 4 минуты. В эфире программа «Подъем» в студии Дарья Кнор. И Владимир Карпов. Доброе утро. Вы удивитесь, но опять во всем виноваты американцы. Ну, по крайней мере, на это намекает Раджеп Таип Эрдоган, который был накануне в России, в Санкт-Петербурге. Слушай, он, по-моему, не уехал еще, нет? Короче, он вчера проводил переговоры в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным. Вообще, сначала встреча началась в узком составе, потом в расширенном, потом о делах бизнеса разговаривали, потом о делах Сирии разговаривали. Такая насыщенная программа была у глав двух государств. Ну и чего там про Америку-то? Да, Эрдоган возложил вину за ухудшение отношений с Российской Федерацией на сторонников Фетхуллаха Гюлена. Который, как известно, живет в Соединенных... В United States of America, конечно, проповедник. Кстати, Пенсильвания что-то проповедует и вредит российско-турецким отношениям. Возможно, сбивая Су-24 на расстоянии. Да, Эрдоган, более того, обвиняет его в организации переворота его сторонников. Ну и, соответственно, теперь уже и во всем. Ну-ка, все, теперь пазл сложился окончательно. Теперь ясно, что опять во всем виноваты и американцы. Пусть и не из Вашингтона, а из Пенсильвании, но неважно. Ясно, кто. Нам было с самого начала, откровенно говоря. Но на всякий случай просто уточнил еще и Раджепа Таипа Эрдоган. Да, все-таки они. Так вот, теперь уже возвращаемся к сути переговоров, которые проводились. Еще раз просто обращаем внимание на некоторые штрихи. Важный штрих. После странных, невнятных, как многим показалось, извинений Раджепа Таипа Эрдогана, все ждали, где состоится встреча. Очень важно, что встреча прошла в Российской Федерации, переводясь дипломатического языка на человеческий. Это означает, что да, как бы деятельное раскаяние. Он приезжает в Россию, это, ну, некорректный термин, но как поклон. Такой к Никсону, понимаешь? Да? Да. Простите. Простите. Мы к вам вот приехали, и у вас будем проводить переговоры. Вот, да, извините, что так произошло. Ну, вот так, если переводить совсем. То есть, раз, важно. Дальше, про черную тень, которая нависла над российско-турецкими отношениями из-за сбитого Су-24 метафору, воспроизвел Раджепа Таипа Эрдоган. Эту тень пытались как-то вот смыть, убрать с этих российско-турецких отношений. Настаивал Раджепа Таипа Эрдоган на том, что Владимир Путин его дорогой друг и брат. Да. Он неоднократно употреблял именно эти слова, что он друг и брат. Владимир Путин для Раджепа Таипа Эрдогана друг и брат. И к вопросу о восточном отношении к подобного рода переговорам и взаимодействии. Должен быть важен личный контакт. Да, это такой восточный этикет. Да. Друг, брат, все. После этого начинаются какие-то только отношения. Путин, я так понимаю, все-таки был осторожнее в терминах. Он человек северный. И сдержанный очень. И был поздержаннее, чем Раджеп Таипа Эрдоган. Поэтому, ну уж совсем объятия свои не раскрывал. Но они пожали друг другу руки. Да. Сначала они разговаривали вдвоем два часа наедине. Потом к ним присоединились члены делегации. И по итогам встречи главы государства дали короткую пресс-конференцию. Все. Из этой пресс-конференции мы узнали, что будут восстанавливаться бизнес-отношения. При этом тоже как-то, знаешь, очень осторожно будут восстанавливаться. Путин дал однозначно понять, что некоторые лакуны, которые образовались в результате ухода турецкого бизнеса, они уже заняты. Поэтому, ну да, нужно будет искать в том числе и новые пути взаимодействия. Кроме этого, мы узнали о том, что Южный поток, да, постараются реанимировать как проект для того, чтобы напрямую доставлять газ на юг Европы, европейского континента. Дело за малым, за болгарами. Ну, чтобы их еще уболтать, ну как-то тоже включиться в этот проект. Мы, мол, вам деньги, а вы нам гарантии. Ну, как-то так это все выглядит. Ну и что еще важно? Ну, помимо турецкого потока, еще атомная электростанция, это вот главные российско-турецкие проекты. Потом возобновление чартеров. Путин сказал, что это дело техники ближайшего времени. Да, туризм. Все, чартеры полетят у нас. Да, и еще про санкции, которые будут сниматься постепенно, как сказал Путин. Это будет поэтапное снятие ограничений. Я говорю очень осторожно. Да. То есть, с одной стороны, со стороны Реджепа, Таипа и Эрдогана, друг, брат, Володь, слушай, ну что, давай, там Гюлен во всем виноват. А с другой стороны, да, будем поэтапно восстанавливать отношения. С чартерами вопросы решим в ближайшее время. С Южным потоком постараемся этот проект дожать. Вопросы к болгарам. Ну и что там еще? Еще... Атомные электростанции, что-нибудь построим. И до сих пор остается в силе запрет на безвизовый въезд в Россию для турецких граждан, и также запрет на импорт продуктов из Турции. Привыкли мы уже к своим помидорам, к крымским. Привыкли? К крымским. Я очень много видела крымских помидор по рынке. Да, я тоже. Очень вкусные, кстати. Ты просто обрати внимание, когда будешь идти по рынку и спрашивай, откуда помидоры тебе скажут там, или клубника, крымские. А если арбузы, то всегда астраханские. Всегда. Арбузы, это, ну, конечно, это классика. Ну, все, поэтому дели на 16. Ну, это понятно, да. Все, все, не трогай, не трогай. Так вот, ну, давай сразу и голосовалку заведем, и будем уже собирать комментарии. Голосовалка следующая. Вы испытываете восторг. Ну, то есть, это вот факт встречи случился, это произошло, и вы испытываете восторг, что по результатам этой встречи, да, уже пойдут интенсивные переговоры, и начнется уже, наконец-то, налаживание отношений России-Турции. Вы в восторге, 134-21-35. Вы со скепсисом смотрите на происходящее, вы никакого восторга не испытываете, это 134-21-36. Ну, вам не нравятся такие развороты? Ну, правда. То мы враги и предатели, и там чё-чё-чё. А теперь друг, брат, Володь, и всё такое. Это 134-21-36. 134-21-35. Вот оно искусство дипломатии. Это же, это же всегда умение договориться, прогнуть оппонента. Мы смогли, да, молодцы. Восторг, 134-21-35. Нет скепсис, сомнения, никакого восторга. 134-21-36. Наше голосование началось. Будем собирать комментарии. 134-23-73-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я вот вчера в интернете наткнулся на статью по поводу Эрдогана, кого он называл друзьями и братьями. Вот с такими же речами он в своё время обращался и к Меркель, и к Оланду, и к Обаме, и к всем по всем подряд. Но Меркель он братом вряд ли мог назвать. Ну, не братом. Сестра. Сестрой. Поэтому ничего это не значит. Скорее всего, он просто шантажирует Евросоюз, чтобы его взяли в Европу, и вот эта цель заигрывания смогла. Нет, конечно, он шантажирует Европу одновременно. Вот, поэтому не стоит к этому серьёзно относиться, никаких тёплых чувств. Тем более большинство турок на стороне именно того человека, который сбил самолёт. Поэтому Эрдоган ему ничего не сделает. Я бы, когда говорят о настроениях турок, тоже обращал внимание и на российское общество. Во многом мы, наверное, очень похожи. И просто куда ветер дует, туда и обычно меняются общественные настроения. Ну, сегодня ненавидели, завтра полюбят. Ну, чё? Ну, да. В принципе, да. Это достаточно быстро всё произошло. Вот этот рвок от любви до ненависти, от ненависти к любви обратно. Но, в принципе, месяц-два, и мы тоже уже привыкнем к этому. И нам расскажут, как всё замечательно, как развивается турецкий поток, сколько денег потечёт нам в казну нашу. И потянутся к линиям, да, вот эти вот туристы. Да, да. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Володь, даже здравствуйте, Андрей, 80-й. Доброе утро. Слушайте, ну, я говорил, у меня приятель хороший, да, турок, вот Юсуф, на самом деле. Он сейчас просто из Москвы уехал, мы, в общем, довольно плотно с ним общались. Я даже как-то Лёшу Гудушникову звонил, когда вот инцидент произошёл. Я просто с его отцом был знаком, жену его отец сюда приезжал. И вот Юсуф сам перезвонил, сказал, что звонил отец и велел мне передать то, что это, ну, действительно расстроились, да, вот как бы турки сами там в Турции. То, что это всё там Эрдогана сын, вот, вот что-то подобное. Вот, на самом деле, на самом деле, Ноди, что касаемо голосовалки. Проголосовал, разумеется, по первому телефону. По створку. Почему? Потому что, ну, понимаете, одно дело геополитика, второе дело отношения. Конечно. Да, вот если мыслить каким-то образом государственно всё-таки, да, не на уровне, там, заместителя-председателя колхоза 40 лет без урожая, а всё-таки вот чуть выше брать, я так думаю, что России, что Турции сейчас просто очень выгоден, вот, не мир, ой, вернее, не дружба, мир и взаимное сотрудничество. Сотрудничество, конечно. А что ещё нужно? Ну, безусловно, да, ну, мы же все прекрасно знаем, да, то, что, ой, вот вы меня сейчас поправьте, Киссин же рассказал, да, то, что нету никаких ни дружбы, ни любви, что там ещё между государствами. Есть только цели, по-моему, да? Ну, да, было ещё то, что нету друзей и врагов, я главный друг, это армия и так далее. Да, вот, 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 главное, это наша геополитика, всё, вот так и проголосовал. Спасибо, поэтому восторг. Ну, да, ну, какая-то, я вообще за любовь, дружбу, в смысле, не то, что за дружбу. Ну, смотри, 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 ты комментарии из Вашингтона видела, просто обрати внимание, они очень спокойно относятся к тому, что произошло. Это спокойствие, например, объясняет моя любимая Надана Фридрихсон, которая, ну, вроде как, разбирается в отношениях, и она, кстати, предсказывала, что очень хорошо экспертов по их прогнозам оценивать, понимаешь? Вот, вот, Надана Фридрихсон предсказывала, что Эрдогана попробует военный турнуть, и предсказывала переворот. Попытка была, она, ну, только предсказывала, что его всё-таки турнут, скорее всего, да, вот в этом она ошиблась. Но, вот, сразу зачёт ей, что попытка переворота состоялась. Так вот, она говорит о том, что в Вашингтоне очень спокойно смотрит на происходящие события, на выстраивание вот этой оси Москва-Анкара ровно по одной простой причине. Там прекрасно понимают, что поругаются. Ну, потому что так много противоречий у Турции и России, что неизбежно это произойдёт. Поэтому, ну, чего, вы можете называть друг друга как хотите, но мы прекрасно понимаем. Чтобы всё равно поссориться. Чтобы всё равно поссорить. Ну, где-то, возможно, если понадобится, клинышек можно и вбить для того, чтобы ускорить этот процесс. А на какой почве? На почве Сирии? На почве Сирии, пожалуйста. Там сложно очень идут переговоры. На почве Азербайджана, Нагорного Карабаха, Армении, пожалуйста. На почве строительства евразийского пространства. Ещё раз напомню, у турок свой взгляд на эту историю. Пожалуйста. Да там сколько хочешь. Бизнес-проекты, геополитические проекты, масса всего. Поэтому они посмотрели, ну, возможно, даже зевнули. Сказали, ну, хорошо. Ну, пусть. Но мы прекрасно понимаем, что ничего сверхъестественного не произойдёт. Это, знаешь, немножко странно, потому что, а что же мы не понимаем, а Турция не понимает. Все понимают. Этот конфликт уже есть, понимаешь, во всех этих направлениях, на всех этих направлениях, понимаешь. И как-то это обсуждается, значит, обе стороны готовы к компромиссу. Обсуждение — это процесс. Да. А результат этого процесса, договорённости, пока их нет. Можно тянуть очень долго. Соблюдать договорённости, например, договариваться по одному пункту, ну, условно, там, туристы, турецкий поток и так далее. И тянуть переговоры по Сирии, тянуть по Карабаху, ничего не говорить. У нас будет встреча через два месяца, там, не знаю, потом ещё через два месяца. Это же тоже дипломатия. Голосовалку, напомню, 134, 21, 35. Вы в восторге. Смотрите, как лихо произошло. Эрдоган с поклоном приезжает в Питер, в Константиновский дворец, в греческий зал, его сознательно засовывают, понимаешь. Всё, восторг, 134, 21, 35. И 134, 21, 36 нет скепсис, никакого восторга. Давайте, Владимир, Владимир, доброе утро. Владимир, доброе утро, Дарья, доброе утро. Доброе утро. Смотрите, давайте, с чего начался российско-турецкий конфликт, охлаждение нас, что, собственно говоря, явилось причиной? Сирия. Только Сирия, один единственный эпизод. То есть, взгляды на Сирию у России и Турции кардинально противоположны. Ну. Так, пока очевидная штука, дальше. Дальше. Нельзя забывать, есть третья сторона в треугольнике. На самом деле, это, конечно, квадратик, но на самом деле, по большому счёту, это треугольник в регионе. Это Иран. Да. У которых, которые, с одной стороны, поддерживают Сирию полностью, абсолютно всем, чем только можно, даже поставками российского зерна. В данный момент, за свой счёт. Во-вторых, Россия активно выстраивает отношения с Ираном по всем возможным направлениям, там, статегическая дружба, больше, чем у Турции. И, в-третьих, позиции Ирана и Турции по сирийскому вопросу кардинально расходятся. Вот вопрос, вот как теперь вот это всё будет разводиться, о чём мы там договорились? В первую очередь, Россия и Турция. Ответ, я полагаю, ни о чём. Обоим нужны сейчас временные победы, показать, в первую очередь, своим народам, что вот у нас как всё здорово, и мы наших врагов умыли. Попутчики. Ну, попутчики здесь, да. Абсолютно временное, жди, пока нужно будет. Главное, не упусти момент, чтобы ударить первым. А, вот, ключевое теперь просто выжидать, смотреть, уйти под локоть и бить в печень. Да, и кофе, конечно, ударить первым. Здесь что ещё существенно? Наши все патриоты и другие сочувствующим товарищам уверены, что действуют в парадигме российской политической системы. То есть, всё, что происходит, это навсегда. Вот никому не приходит в голову, что завтра произойдут в Турции парламентские выборы, президентские. Ведь Эрдоган станет никем, придёт к другому человеку, у которого другая оппозиция. Вообще всё равно. То есть, все уверены, что там так же, как и у нас. Навсегда. Не-не-не, Владимир, вот здесь очень важно подчеркнуть такую позицию России, которую она заняла и в которой придерживается. Пока. Демонстративно, причём, это делает. Нам всё равно, кто придёт к власти. Главное, чтобы это произошло конституционным путём. Всё. Мы не поддерживаем никаких переворотов. Мы поддерживаем только демократические процедуры. Да, речь идёт в данном случае о том, что переворот — это не очень хорошо. Ну и всё, поэтому всё равно, кто придёт. Ну, нет, вот эта вот часть. Дальше фраза не повторяется. Дальше она не продолжается, эта фраза. Нам всё равно. Но мы же знаем, что ситуация может кардинально измениться. Точно так же, как в Европе, она может измениться. Вместо мира, вместо Алланды, вот другой человек, ситуация, отношение к России, к санкциям, к чему-то ещё изменится и так далее. Почему все с восторгом следят за предвыборной кампанией в Штатах? Может измениться. Конечно. А здесь все уверены, что вот у нас сидит товарищ, который, как он сказал, так и будет. И он будет свою линию вести до конца, пока он есть, а он есть всегда. Владимир, ты как? И там думают то же самое. Проголосовали как? Ну что, скепсис? Никакого восторга? Никакого восторга. И абсолютно безразличие. Спасибо, спасибо. Ну ровно чего. Так а что нам тогда дают вот эти все договорённости, радостные встречи, объятия? Открывают определённые окна возможности, дают возможность где-нибудь заработать и плюс запустить какие-нибудь проекты. Просто всегда очень осторожно будут к этим проектам относиться и шагать по вот этой дорожной карте российско-турецких отношений, как по минному полю, на всякий случай всё время пригибаясь и посматривая на складки местности для того, чтобы было где укрыться. Понимаешь? Вот это вот такое, как, я не знаю, как отношение двух дикобразов. Очень осторожно. Вот как-то так это всё будет происходить, судя по всему, с торцией. Что касается того, что ровно смотрим, ничего не ждём, просто обращая внимание, что хуже быть, ну как будто бы уже не могло. Только уже открытое противостояние, открытая война. И то, что от этой черты отступили, уже это хорошо. Уже это должно давать какую-то талику восторга. Понимаешь? Вот и всё. Ну то есть было очень плохо, стало не так, чтобы хорошо, но лучше, чем было. И поэтому уже, наверное, можно чему-то радоваться. Я сейчас остановлю голосование. Результат следующий. 23 процента наших слушателей говорят, что они испытывают восторг от того, что произошло. 77 процентов со скепсисом смотрят на происходящее. И никакого восторга не испытывают. Возможно, как Владимир из Дубая, очень ровно и равнодушно наблюдают за этим процессом. Ну потому что, ну а чего ждать? Ничего хорошего. Вот и дальше. Комментарии. Хочется купнуться в Средиземном море и восторга нет. Нужен третий телефон. Это Елена из Кунцева. Её комментарий. А дальше. Так у турок есть пословица. Если не можешь отрубить руку, целуй её. Эрдоган целует нас. Пишет Олег. И Григорий тоже об этом пишет. Алекс Грин. Турок через колено прогнули. Вот от чего восторг. В дугу, в бараний рог. Это Алекс. Дальше. А ведь Эрдоган даже помидорами не отделался, пишет Борода Лицо. Владислав, возможно наша цель и цель Турции патролить ЕС и Штаты, спрашивает Владислав. Возможно. Сейчас торговля намерениями пойдёт вообще интенсивно. То есть это какая-то просто эмоциональная сатисфакция, да? То есть извинились, приехали, там не знаю, о чём-то пытаются договориться, заинтересованы, хотят дружить. И это уже приятно, как минимум. Смотри, осторожно с Южным потоком, это тяжело, пишет 730-й. Он либо есть, либо его нет, а стоит кучу денег, которые, кстати, уже были вложены. Да, да, собственно, это была трагедия. Слушай, ещё один поворот в этой истории. Смотри, такая парадоксальная штука. Сейчас турки говорят, да, даёшь Южный поток, давайте вместе навалимся на эту Европу-старушку. Прогнём и с юга зайдём с газом вашим и сделаем так, чтобы им было хорошо, понимаешь? Ну вот здесь Болгария. Болгария, которая уже однажды, ну как это по-русски сказать, кинула, да? Кинула. Ну да, киданула. Киданула, ну а как ещё назвать? Так вот, ссылаясь на определённые процедуры, на там вот эти правила Европейского Союза, энергопакеты и прочее, прочее, прочее. Так вот, всё. И сейчас доверия к болгарам уже нет. Поэтому Турция, да, готова, болгары, да, как будто бы демонстрируют тоже свою готовность, но от них теперь требуют юридические гарантии. И вот парадоксальная штука. Вот сейчас мы уже перейдём к ментальности, перейдём к историческим отношениям стран. Россия, Турция, которая всё время воюет. Россия, Болгария, которые всё время воюют чаще всего там на одной стороне. Да. Случались прецеденты, когда и на разных, но неважно, там Россия исторически близка Болгарии, потому что православные братья, потому что помогали избавиться от османского ига, шибку можно вспоминать, что хочешь. Так вот, и сейчас получается следующая история, что турки нам оказываются в какой-то момент, вот по крайней мере сиюминутно, ближе, чем болгары, которые неоднократно нас кидали на протяжении там последних столетий. И сейчас недоумённо смотришь на происходящее, и кажется, картинка несколько парадоксальной. Турки нам ближе, чем братья-болгары. Так, что ли? Ну, даже если и так, то нас кинут либо здесь, либо там, либо вместе, и получается, что мы сейчас... Ну, от турок мы всё время ждём, от болгар всё время ждём, что они пойдут нам навстречу, потому что братья и всё такое. Ну, в общем, опасная тропинка. Мы сейчас опять вложимся, и раз все... Ну, вот я не знаю, если мы сами скептически относимся к этим соглашениям, зачем тогда такие крупные проекты продолжать? А о них как раз чёткие договорённости. Главные российские и турецкие проекты будут доведены до конца. Артемис пишет, братьев нет. Бизнес есть бизнес, пишет Артемис. Ну, да. Но нет. Но нет, да. Ну, нет, ещё Фёдор Михайлович Достоевский предупреждал, кстати, о том, что киданут. И был прав. Вы понимаешь? Да, слушай, ещё одну голосовалку запустим по этой теме. Ну, правда, очень интересно. С вашей точки зрения сегодня, вот сиюминутно, в 2016 году, в августе, нам ближе, нам ближе сейчас турки 134-21-35, болгары 134-21-36. Позвольте поставить вот такой некорректный вопрос на голосование. Нам ближе турки, по вашим ощущениям, 134-21-35, болгары 134-21-36. Кто нам ближе, пожалуйста, голосуем. Ну, правда, очень интересно. Я думаю, они одинаковые. Исторически, исторически, значит, болгары должны быть ближе. А вот если говорить про август 2016, как будто бы и турки. Ну, в общем, непонятно, правда? Нам сегодня ближе турки 134-21-35, болгары 134-21-36. Голосовалка началась, пока очень интересно. Пока очень интересно. 7373-948, алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Владимир. Да, здравствуйте, как вас зовут? Кирилл Подмосковья, разрешите я свою версию вам расскажу по поводу Турции? Давайте. Во-первых, ближе все-таки болгары, потому что даже по вероисповеданию все-таки ближе и одинаковы. А по туркам моя версия такая, что турки очень много потеряли в плане финансов. На том же самом турбизнесе, на продуктовых. Поэтому то, что сейчас Родоган приехал и вот так вот склонил, мне кажется, это чистой воды бизнес. Просто он ищет свою выгоду. Конечно, и мы должны искать. Они же, вот смотрите, они же ведь так же, как азербайджанцы, это же торгаши. Они везде ищут свою выгоду. А коснись какой-либо конфликт, вот, допустим, на горной Карабах. Турки кому будут помогать? Азербайджанцам. А мы кому будем помогать? Армянам. Видите, у нас все равно будет противодействие. Будет, конечно. Кто-то из зрителей правильно сказал, это хождение как по минному полю. Сегодня хорошо, а завтра неизвестно, что будет. Можно я уточню? Смотрите, прикрываясь вероисповеданием, болгары подличили в последнее время. Ну, так происходило. Они говорили, братья, да, даешь, Южный поток, давайте вместе. Вы же помните, как, шибку вместе, туда-сюда. Ну и чего в итоге-то? Ну, знаете как, обидно будет, если все это дело доведем до конца, а потом будет обратно очень большой неприятный конфликт. То есть, несмотря на то, что одни нас кидают постоянно, от других мы, в принципе, ничего другого и не ждем, болгары все равно остаются ближе. Конечно. Да, спасибо, спасибо, принимается. Ну, весь туристический бизнес в Болгарии держится на российских туристах. И многие выбрали как альтернативу Болгарию после конфликта с Турцией. Стоит над горой Алеша в Болгарии русский солдат. И он по-прежнему наментально ближе, чем в Босфор и Дарданелло. Да, смотри, 134, 21, 35. Нет, если говорить про август 2016 года, нам сейчас как-то непарадоксально, возможно, ближе турки. Это 134, 21, 35. Мы все время на них смотрим с подозрением. И чаще всего это подозрение оправдывается. Но, как-то не странно, все равно они ближе вот сейчас нам оказываются. Смотри. И 134, 21, 36. Нет, Болгары нам все же ближе. Болгары нам все же ближе, несмотря на то, что в последнее время как-то все неловко получалось. Как, я не знаю. Даже не буду сейчас анекдоты воспроизводить. Давай еще один звонок. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Сергей зовут. Ну, я вот с вами согласен, что болгары подлечили в последнее время. Да и не только последние. Я к ним как-то тоже относился как к своим, братья по вере, там, славяне. Но после того, как они там начали вот, что им скажут, то и делать. Независимо от того, какие у нас были вместе, там, сколько мы для них сделали, как мы их от турок освободили. А враг он и есть враг. От него, в принципе-то, знаешь, что ожидать. Понимаете? Чем вот, как правильно вы сказали, от подлецов, которые неизвестно, когда и в какой момент могут тебе подложить мину. Так что, мне кажется, турки не только они ближе к нам, даже за то, что мы с ними воевали, они ближе, и они понятнее, по крайней мере. Понятнее. Вот. Вся их близость именно в понятности. Возможно, именно так. Они предсказуемы. Да. Мы от них ничего, кроме гадости, не ждем. Но на всякий случай реализуем какие-то свои бизнес-проекты или пытаемся это делать. Вот это все. Что касается голосования, здесь еще третий вариант пытались запустить наши слушатели. Несознательные. Я сознательно, простите за тавтологию. Ну, я специально поставил только два варианта. Ну, потому что третий, все от нас далеки, или там никто нам не близок. Ну, это самое очевидное, поэтому я его и не брал. Ну, слушайте, давайте. 56% говорят, что сейчас, в нынешних условиях, нам ближе турки. И 39% говорят, что нам ближе болгары. Еще 5% наших слушателей пытались проголосовать. Видимо, сказать, что и те, и другие одинаково от нас далеки. Да. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо всем, кто принял участие в этом голосовании. Сейчас новости. 9.30 в Москве. С новостями Катерина Звягинцева. Здравствуйте. Стоимость ОСАГО для злостных нарушителей ПДД могут увеличить втрое. С таким предложением выступил Российский союз автостраховщиков. Список нарушений в том числе войдет превышение скорости. На неправильную парковку правила распространяться не будет, передает ТАСС. Размер коэффициента будет зависеть от количества штрафов, полученных водителем. Данные о них автостраховщики будут ежегодно получать из информационной системы МВД. Отмечается, что для тех, кто нарушил ПДД менее пяти раз, стоимость ОСАГО не изменится. А вот максимальное увеличение коснется тех, кто в течение года получал штрафы более 35 раз. Саперы произвели очередной взрыв Рио-де-Жанейро. У отеля в районе Капакабана была найдена подозрительная сумка. Место оцепили, туда вызвали специалистов, сообщает издание Daily Mirror. Ранее саперам пришлось произвести два контролируемых взрыва неподалеку от велотрассы и бухты, где проходит турнир по парусному спорту. Полицейский случайно убил женщину во время учений в США. Инцидент произошел во Флориде во время отработки сценария «Стрелять или не стрелять». Во время инсценировки пуля случайно попала в женщину. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, где она позже скончалась. Полиции говорят, что жертвой стала местная жительница Мэри Кноутон. Офицер временно отстранен от службы. Французского теннисиста отчислили из олимпийской сборной за неподобающее поведение. Бенуа Перд заявил, что рад покинуть игры в Рио-де-Жанейро. «Я счастлив, что уезжаю. У меня есть свое видение произошедшего, но я держу его при себе», — сказал Перд. Журналистам подробности произошедшего не уточняется. В одной из шестнадцатых финалов олимпийского турнира в одиночном разряде француз, занимающий 32-е место в рейтинге лучших теннисистов планеты, проиграл итальянцу Фабио Фаньини. Еще новости из Рио. Пользователи Твиттера превратили злобного Майкла Фелпса в мем. В сети набирает популярность фотографии легендарного пловца, который с недовольной гримасой наблюдал за полуфиналом в мужском заплыве «Бутерфляем» на 200 метров. Многие пользователи даже сравнили лицо спортсмена со злодеем Кайло Реном из «Звездных войн». Ранее сборная США выиграла золото в эстафете 4 по 200 метров кролем. Кроме того, Фелпс стал лучшим в заплыве «Бутерфляем» на 200 метров. Все это позволило американскому спортсмену побить собственный рекорд по количеству золотых медалей и стать единственным в истории 21-кратным олимпийским чемпионом. Далее о валюте. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на сегодня. Сегодня 64,78 евро, 71 рубль 76 копеек. И о погоде. В Москве плюс 24 градуса. Атмосферное давление выше нормы. 751 миллиметр ртутного столба. По данным Гесметио, сегодня в Москве ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Днем максимум до плюс 25 градусов. В этой минуте пока вся информация. Катерина Звягинцева. Говорит Москва. Говорит Москва. Нездешние. Пришлые. Странные люди. В эту среду корреспондент турецкого информагентства «Мухабир Ажанс» Яшар не избавил. Иностранцы по будням после 14.30. Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Убеждениями, верой, верой, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. В эту среду Россия и Турция. Кто выиграл от примирения? В студии «Говорит Москва» спорят. Старший эксперт Института экономической политики имени Егора Гайдара Сергей Жаворонков и президент общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов. Разговор непримиримых в программе «Баррикады». 9.34 в Москве. Всем доброе утро. О встрече Владимира Путина и Раджепа Эрдогана, которая состоялась в Санкт-Петербурге, читайте подробную статью в «Коммерсанте» и на сайте «Медузы». Около 85% граждан России принимают участие в благотворительности. Круг адресатов, которым они готовы помочь, широк от социально незащищенных семей, больных детей, хосписов до бездомных животных и диких зверей на грани вымирания. Помимо пожертвований, граждане интересуются волонтерством, краудфандингом, это коллективный сбор средств через социальные сети, меценатством и спонсорством. Об этом подробнее читайте на сайте «Российской газеты». Участники Олимпийских игр выступают как в роли жертв, так и в роли преступников. Читайте в статье «Аргументы и факты в криминальные игры преступления на Олимпиаде». И сегодня стало известно, что скончался скульптор Эрнст Неизвестный. Тоже очень много про него появилось статей в интернете. В частности, «Российская газета» публикует фоторепортаж основной работы скульптора Эрнста Неизвестного. 9.35 – это был обзор прессы. Говорит Москва. 94,8. Подъем. Про Эрнста Неизвестного, конечно, нам сейчас понадобятся искусствоведы, те люди, которые могут квалифицированно рассуждать о творчестве, потому что мы-то, как обыватели, рискнем на что-то замахнуться, а нужны те, кто разбираются. И поэтому, если есть такие сейчас, то позвоните 7373-94,8. Эрнст Неизвестный умер. И когда смотришь на художника, на его работы, очень хорошо знаешь еще и биографию его знать, тогда некоторая работа становится понятнее, яснее. Тогда ты примерно понимаешь, почему он творил именно так, а не иначе. Или предполагаешь, почему он такой, как он сформировался, как сложился. Знаешь, человек, которого посмертно награждают орденом Красной Звезды во время Великой Отечественной войны. Еще раз подчеркну, он посмертно награжден орденом Красного Знамени, по-моему. Или Красной Звезды, прошу прощения. Так вот, уже складывается определенная биография, согласно которой внутренний мир, его становится несколько богаче, глубже. И ты понимаешь, что ты имеешь дело не просто с художником, а с человеком, который много повидал и многое пережил. У него были конфликты с руководством страны. Хрущев делал ему замечания, кричал, зачем вы искажаете лица советских людей. И искусство его называли дегенеративным. Он был вынужден уехать из Советского Союза. Он творил там. Он творил, потом возвращался здесь. Он метался между Соединенными Штатами и Российской Федерацией уже последние там годы своей жизни. Все это Эрнст Неизвестный, который многое пережил. И тому же Хрущеву делал надгробный памятник. Да, по просьбе его родственников. То есть, делал надгробный памятник тому человеку, который долгое время его гонобил здесь, в Советском Союзе. Да. Такая парадоксальная история. Все это о человеке. Я не знаю, здесь можно рассуждать и взаимоотношениях художника и государства. Традиционная такая штука для нас вообще. Но сейчас нужен искусствовед, который мог бы квалифицированно нам рассказать про Эрнста Неизвестного. Пожалуйста, 73-73-94-8. Люди от искусства. Пожалуйста. Люди от искусства. Вы человек от искусства. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я не человек искусства. У меня мой очень хороший друг является личным другом Эрнста Неизвестного. Интересно, да. Причем уже достаточно с самого начала. То есть, где-то там с 60-х, с конца 50-х, с 60-х середины. Так. Что хочется сказать. Жаль, что наше государство как-то молчит по поводу смерти этого человека. Потому что Эрнста Неизвестный это очень большая личность в истории искусства уже теперь. Но я бы дал государству проснуться для начала. Потому что сейчас пока 9.38. И они... Ну, государство должно проснуться. И оно должно как-то отреагировать. Потому что это личность в искусстве мирового масштаба. И вообще, мне хотелось бы сказать вот что. Люди поколений Эрнста Неизвестного это удивительные люди. Таких людей уже больше не будет никогда. Почему? Потому что это люди чаще всего энциклопедических знаний. Это люди, посвященные в работу. Это люди, знающие толк в своем деле. Это настоящие профессионалы. Сейчас таких людей практически нет. А вот к какому поколению его отнести? Потому что, ну вот, к классическим шестидесятникам тоже... Нет, я бы не стал говорить, что это классический. Понимаете, у нас есть какие-то достаточно извращенные представления о шестидесятнике. Шестидесятнике это просто термин, который говорит о времени. Это не говорит о каком-то, знаете, о том, в чем мы привыкли думать. О поколении людей, которые оттепели и так далее. Нет, это гораздо шире и гораздо мощнее. Потому что это не только небольшое диссидентство и борьба с властью. Нет, может быть даже не столько. Это кое-что другое, скорее всего. Поскольку вы... Я просто хотел бы уточнить некоторые детали про вернство неизвестного. Его можно отнести к классическим борцам именно? Нет, 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 я не думаю, нет. Нет, нет. А как его тогда можно? Нет. Понимаете, если искусство, большое искусство и борьба с чем-то внешним, типа власти, это две разные вещи. Тут либо нужно заниматься искусством, либо борьбой со властью. Одно из двух. Леон сделал уклон в сторону искусства. Он занимался непосредственно искусством. Хотя, конечно, его искусство было связано с 20 веком, со всем тем, что прошла Россия в этот век. Со всем, конечно, это было связано. Но борьба с властью нет. Вот настоящий художник посвящает себя в борьбе с властью. Настоящий художник посвящает себя искусству. И через искусство пытается выразить все то, что у него написано. Да, 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 все то, что связано с обществом, с историей, с событиями и так далее, и так далее. Спасибо, спасибо, спасибо. Поэтому экспрессия, поэтому вот, как это, искаженные лица советских людей в понимании Эрнста неизвестного. Еще, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Михаил, извините. Да, Михаил. Дело в том, что, да, предыдущий прав он канву такую дал. Ну, Эрнст неизвестный, нонконформист, любой большой художник всегда сталкивает свое мировоззрение, причем часто специально, внешне желая этого, с любого рода тиранией. Эрнст неизвестный не признавал, будучи фронтовиком, будучи, в общем, человеком, который шел в бой за свою страну, он никогда не признавал преференций в искусстве, не связанных с самим искусством. Значит, большой талант всегда диссидент, всегда не признает власть, всегда не способен молчать при проявлениях глупости этой власти. Ну, а наша власть в отношении искусства большого даже, как это ни странно, надела столько глупостей. Понимаете, если перечислить имена, равные Эрнсту неизвестному и даже, может быть, более для кого-то значительной, которых эта власть сначала стекла здесь, несмотря на то, что они были фронтовиками. Ведь Манеж, тот Манеж 62-го года, это просто издевательство. Там вообще 90% людей, которые выставили свой авангард, это были фронтовики, кстати говоря. И Хрущеву, не хватило его мозгов куриных это понять. Ведь когда Фидель Кастро приехал в гости к Хрущеву после Манежа, и когда это донесли ему, ну, показал, и Хрущев сказал, Никита Сергеевич, вы вообще зря относитесь к этим людям вот так вот. С пренебрежением, да. Да, ведь они несут свежий воздух. Это же наша с вами идеология, идеология коммунизма, так? Они хотят вскрыть все недостатки старого общества. Они показывают какую-то тенденцию движения вперед. Ну, Хрущев хмыкнул как-то и от этой темы отошел. На Кубе, кстати, как ни странно, в стране очень такой спорной с точки зрения прав человека. Кстати, искусство авангарда было основополагающим, так? Революционный авангард. Строили новый мир, как у нас, да? У нас тоже с футуризма все началось. Он, конечно, неизвестный, конечно, он революционер. Вам звонят, Михаил, там. Прошу прощения, несколько слов я должен еще сказать. Я прошу прощения, Михаил, я прошу прощения. Я понимаю, он революционер от искусства, но все-таки, я думаю, он выразитель своего богатого внутреннего мира. Более того, великий художник, он начинается с того, что он умеет этот мир выразить. Причем так сделать, чтобы всем было... Ну, не всем, не всем, вот это тоже некорректно. Чтобы было понятно еще, что он хочет сказать, что он может сказать. И более того, что он может сказать еще больше. Если всматриваться, если пытаться понять, если пытаться анализировать, в любом случае он заставлял задуматься. Конечно. Своими скульптурами, которые, еще раз подчеркну, гнобили. Он потом сам вынужден был уехать. После этого возвращали его. В общем, пережил такую богатую, насыщенную жизнь художника, характерную для жизни художника в нашей стране. Для большого художника, да. Да, да, да. У нас сколько таких историй было. И вот вечно возникает вопрос, та дискуссия. У нас великие художники, они появляются благодаря или вопреки государству? Понимаешь? Благодаря тому, что их пытаются гнобить, загнать в угол, из-за этого они переживают депрессивные состояния и сливают потом на бумагу, или в бронзе, или каким-то образом. Чаще всего так. Но были другие примеры. Маяковского вспомнить можно. А что Маяковский? Поначалу это был протест однозначный. Он же поддержал революцию, потому что был в протесте. Да, но потом все-таки это была поддержка. Волна его подхватила. Он пытался создавать тот самый новый мир. И чем это закончилось? Чем это закончилось? Самоубийством. Вот чем это закончилось. Понимаешь? Поэтому, ну да. Здесь массу можно примеров приводить. Тут даже Александр Сергеевич Пушкин. У вас сложные отношения с властью. Да. Давай еще один звонок. Примем. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Владимир. Ну, можете сказать, что я от искусства. Я, правда, по молодости, ну, застал и в этих компаниях был. Пьяные, сытые, так сказать, компании, приспособленцы. Но если уж тронули Пушкина, Пушкин не приспосабливался. Он бы, если бы не Дантес, прожил бы долгую, интересную жизнь. Но никогда не приспосабливался. А у него был патриотизм настоящий, крутой. А это, ну, не было работ. И на обломках самовластия. Я сидел на этих планках. Я сидел на этих планках. Наши имена. Кто-то... Алло. Да, да, да. Спасибо, Владимир. Да, да, да. Мы вас поддерживаем. Просто здесь вспомнили тут же поддержку Пушкиным власти. В некотором смысле. Да. 7373948. Еще один звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот Сидур такой, скульптор, тоже соратник неизвестного. Они тоже фронтовик. Да. Что с его работами сейчас сделали в Москве? Попытались их попортить. Да, 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 да. Вот, пожалуйста, художник это... Ну, это... Ну, как вам? О нем... О художниках нельзя что-либо говорить. Ни хорошее, ни плохое. Нужно смотреть на их работы. А вот эти вот всякие воспоминания, там, ну, пили вместе, там, гуляли, там, что-то гнобили, не гнобили. Это другой вопрос. Здесь вот именно на произведение, на работу, на то, что действительно... И, кстати говоря, я не согласен там с товарищем, который сказал, что фронтовики. В то время вся страна были фронтовики. Они вот молодые, и нельзя тоже акцентировать на то, что фронтовики. Хотя, да, неизвестно, он позвонок потерял, ну, после ранения. Сидур тот же, у него пол лица осталось, как говорится. Поэтому надо думать, думать. Вот сейчас, как бы, вспоминая неизвестного, вернее, поминая неизвестного, да, надо вспомнить вот того же Сидура, который у нас сейчас гнобят. Его тоже, ну, как бы, его искусством в 60-е, 70-е годы не воспринимали. Хотя нет, он работал, вот, институт морфологии у нас есть, там, его работают. И сейчас сражаются с ним, с этим искусством. Да, 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 да. Тем самым актуализируя его, как-то не странно. Да, поэтому, да, говорить об идеологии не надо. Здесь просто, вот, именно, есть люди, которые понимают, допустим, культуру, есть люди некультурные, скажем так, понимаете. Поэтому. Сейчас, чья эпоха, чья пора пришла, да, вот, по ощущениям, если говорить вообще про общество? Тех, кто понимает искусство. Мракобесие. Мракобесие. Не понимает. Да, мракобесие, здесь вот именно, понимаете, вот, что такое культурный человек, это не тот, который умеет, там, ложку, вилку правильно держать, а культурный человек, это который нормальный человек, образованный, грамотный, который воспринимает, да, да, это что-то, ну, понимаете, конфликт, скажем так, на уровне, ну, дискуссии, понимаете, а не такой вот откровенный, допустим, оголтелый, да, там, конфликт, ну, разбивать. Хорошо, давайте вот просто в очередной раз зададимся этим вопросом, и великие художники в нашей стране, они вот существуют благодаря или вопреки? Благодаря и вопреки, наверное, так скажу. Потому что почву дают для работы, да? Да, и материалы тоже много дают, но так, по-хорошему, если подумать, сколько эмоций, сколько переживаний. Да, 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 ну, то, что действительно, ну, наверное, да, благодаря и вопреки. Спасибо, спасибо. Давайте на этом сойдемся. Да. Что и благодаря, и вопреки. Ну, то есть, столько эмоций, переживаний, как в России, как в Советском Союзе, мало где можно получить вообще на планете Земля, понимаешь? Плюс к этому тебе дадут фундаментальную базу, то есть, ты имеешь возможность здесь получить тот культурный пласт, который потом будешь переваривать всю жизнь и переживать, и потом пытаться это выразить, там, с помощью кинопленки, с помощью листа бумаги и ручки или, там, не знаю, принтера теперь в нынешних условиях, с помощью бронзы, камня и чего-то еще. Не только же Зураб Церетель. Вот, пожалуйста, я с неизвестной все остальное. Не только и не столько, я бы сказала. Вот и все, вот и все. Я даже голосование запускать не буду, потому что мы, правда, сошлись. Да, не будем, не будем. Давай, у тебя последний комментарий, правда, уже хватит. 7-3-7-3-94-8, алло, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Про неизвестного, можно несколько... Конечно, пожалуйста, да, мы его вспоминаем. Вы знаете, я, может быть, только я прошу, я выскажу, может быть, не очень традиционное мнение. Вы знаете, ведь, если бы не было этого скандала, я думаю, что никто бы о нем ничего не узнал. И он, если бы по большому счету, не такой уж он коммерчески успешный, и не такой уж он великий, если разобраться. Ну, вот отбросить, и вот это вот все. Да, он хороший скульптор, слов нет. И после такого паблисити, конечно, у него там отличная была работа на Западе и так далее. Но если посмотреть внимательно, ну, нельзя же его сравнивать с комедиями, и с прочими настоящими, правильными, этими реальными пацанами-скульпторами. Конечно, он не человек такого уровня, он существенно ниже. И даже свутейше, чем, ну, вот просто нельзя сравнивать с советскими скульпторами. Но, с другой стороны, я опять же хочу сказать свое личное мнение. Памятник, который он поставил Хрущеву на Модиле, и это, на самом деле, действительно очень великая вещь. И, видимо, наверное, они общались как-то, и он, наверное, понимал все. И вот эта вот черно-белая конструкция, вот это все говорит о том, что он действительно большой художник, и очень хорошо все понимал. И суть этого человека не такой, что он простой дурак-кукурузник был, как мы все думаем. Слово, вот важно, черно-белая конструкция, где много граней. Да, абсолютно, вот, нет. И понятно, что он большой художник, но не надо его превозносить и говорить о том, что он такой великий и так далее. Это, мне кажется, пиар. Ну, это то же самое, как с Солженицыным. Ну, понятно. Хорошо. Это политическая тема. Принимается, принимается. Но все-таки я напомню, что Эрнст Неизвестный умер. Все-таки возможно... Это, кстати, тезисы, которые только что прозвучали, нисколько не отрицают предыдущих. Абсолютно. Когда и благодаря, и вопреки. Ну, то есть, как состоялся Эрнст Неизвестный? Началось все с того, что его начали гробить и начали каким-то образом его унижать, не понимать. И после этого он стал известен, популярен, потому что он уже выступал как борец, получается. Вот такая история, понимаешь? И, возможно, именно благодаря и одновременно вопреки он и состоялся вот именно как Эрнст Неизвестный, которого действительно знают практически все. Слушай, я предлагаю двигаться дальше. И мы, конечно же, вспомнили художника. Мы, конечно же, как-то выражаем слова сочувствия, сопреживания, соболезнования. Но сейчас должны вернуться на нашу бренную землю. И сейчас знаешь про что? Вот. Про деньги. Хочешь? Давай. Давай? Давай. Я в них ничего не понимаю, но давай. Про деньги. Про деньги отдельно еще поговорим чуть-чуть попозже, когда рынки начнут свои торговые сессии. А так вообще про продажи сейчас. Да. Что же там с деньгами? Так вот, продажи квартир в новостройках Москвы и Подмосковья практически остановились. Об этом ведомости нам сообщают со ссылкой на федерального чиновника. Вице-премьер правительства Московской области Герман Елянюшкин и коммерческий директор ФСК лидер Григорий Алтухов подтвердили эту информацию. Еще раз, смотри, важно. Вообще новостройки перестали продавать. Ну, практически перестали продаваться. Сообщают нам ведомости со ссылкой на федерального чиновника. А есть какая-то сравнительная база? То есть, а вторичка стала продаваться лучше? Это вторичка еще хуже. Еще хуже? Еще хуже поговаривают. Так вот, они говорят о следующем. Или у народа кончились деньги, и тогда сейчас вообще будет мертвый сезон на рынке. Или просто народ сейчас запульнулся в отпуска и сейчас где-то дебоширит, гуляет. А потом вернется и бизнес как-то оживет. Радоваться этому можно только с точки зрения того, что а вдруг, как чудо произойдет. И недвижимость в Москве и Подмосковье начнет дешеветь существенно, понимаешь? Кстати, по поводу августа и отпусков, мне тут довелось общаться с риэлторами, и она как раз мне сказала, что такая ситуация, она где-то с февраля месяца. То есть, предложений очень мало на рынке недвижимости. Во вторичке, во всяком случае, мы обсуждали. То есть, она совершенно не обещала, что в сентябре сейчас все вернутся и начнут срочно продавать. То есть, примерно прогноз такой же, как и в августе. Все ждут оживления какого-то только осенью, когда все подтянутся, народ вернется. А сейчас вообще глухо и усматривают в этом тревожную тенденцию следующую. Ну все, у народа деньги кончились. Ну, квартиры стоят безумных денег. Ипотеку уже уговаривают покупать на уровне, вернее, брать ипотеку на уровне премьеров, президентов. Все это в Российской Федерации. Типа, народ, вы чего? Ну, надо что-то делать уже, как-то оживлять экономику. Давайте уже, берите кредиты, несите последние оставшиеся деньги и давайте в недвижимость их вкладывать. Иначе мы совсем тут на бок ляжем. Хоть у нас рецессия-то и закончилась, как нам ЦБ вчера докладывал, но как-то нужно активнее, товарищи, активнее. Казалось бы, квартиры должны дешеветь со всей этой ситуацией, но квартиры совершенно не дешевеют. Давай экспертов, вот сейчас, по рынку недвижимости нам нужны эксперты, строители, риэлторы. Поехали, 73-73-94-8, будем разбираться, слушаем вас. Алло, здрасте. Доброе утро, Владимир. Не знаю, что там на рынке недвижимости. Вчера буквально с другом ездили, смотрели квартиру однокомнатную, точнее, компанию. В итоге объездили три конторы в Подмосковье у нас. В готовом жилье вообще ничего нет, все раскуплено. Не знаю, что там это самое. В итоге удалось найти, ну, уже в таком отдаленном районе, ну, как бы, не там, где хотелось, но в строящемся доме, то есть на этапе закладки фундамента. И поэтому вот эти вот все, ну, на практике нету. Три строительные компании у нас в Подмосковье, это южно-юго-восточное направление. Интересно. Нет квартир свободных, все раскуплено. Хорошо. Или никто не продает. Нет, все раскупили, поэтому никто не продает. Ну, логично. Да, но все, рынок постоянно как-то обновляется жену. Тут, видишь, рассказывали про то, что в июле все покупали как подорванные, потому что ждали, когда, что завершится вот-вот история с какой-то там льготной ипотекой. Государство перестанет эту историю поддерживать, и тогда цены рванут вверх. Все. Я понимаю, последнее там, говорят, несли, а сейчас все, август наступил, неделя прошла, тишина. Но, видишь, все, возможно, раскупили на этой почве. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, ребята. Строитель. Да, прекрасно. Прекрасно. Да. Но строят деревянные дома, вот пометочка, то есть не бетонные. Но близко рядом к этой теме и риэлторы знакомы. Так. Потому что обычно им и строю. Ну вот серьезно то, что вторичка очень сильно упала в цене, да, действительно, и люди начали ждать, потому что продавать сейчас на минусах это просто невыгодно, да. Так. И действительно, как сказал человек, скупалось большими объемами, вторичка выставленная на продажу. Но надо понимать, что у нас осенью выходят на продажу порядка там, я не помню, то ли 3, то ли 4 миллиона квадратных метров снова должно выйти. То есть если хотите купить осенью, да, осенью цены должны будут еще упасть. А вот покупатели, ну, как, не знаю, то есть вот тот сегмент, который был, да, вот у них денег просто в принципе нету сейчас от слова совсем, как бы, да, то есть вот учителя, там, врачи, там, вот этот сегмент, который брал ипотеки, они, да, они обезденежены сейчас у нас. А вот если кто-то зайдет серьезный, да, он может скупать просто этажами сейчас, в принципе, потому что ему это будет выгодно. То есть вот человек с деньгами, он, да, он это сможет сделать. Когда же не закончится, слушайте, люди, которые с деньгами, они все не заканчиваются и не заканчиваются. А, нет, ну это нам надо Сталина тогда, и они тогда А, в этом смысле. Хорошо. Если я там думаю себе покупать недвижимость, мне подождать осени. Осень, 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 октябрь, ноябрь, сказочно, ну, или октябрь, вот октябрь, да, удивитесь, цены будут хороши для вас. Спасибо. Не для строителей, пожалуйста. Спасибо. Принимается. Все? Понятно. Подумай, 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 подумай. Все, давайте о движении. По оценке Яндекса сейчас на московских дорогах все так же 4 балла, все так же стоит внутренняя сторона московской кольцевой автодороги на юго-востоке, поэтому, товарищи, будьте бдительны. Что происходит у вас, можете позвонить и рассказать 7-3-7-3-7-3-94-8 или написать смс плюс 7-9-2-5-8-8-8-8-9-4-8, наш телеграм-бот, говорит МСК-бот, все это латиница и в одно слово. Информация о движении, где вы едете и что наблюдаете, 7-3-7-3-94-8. Калушка по-прежнему буксует. Что у вас происходит? Сейчас выслушаем. Да, алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как раз про Калушку. Да, что есть в центр, что в центр. Все стоит из-за ремонта. Из-за ремонта стоит Калушка, зато потом будет счастье, наверное, да? Нет? Нет? Когда же, когда же она будет? Ждем уже года два. Никогда. Ла-ба-да-ба-да. 7-3-7-3-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. На Щербинском переезде пробка. Где-где-где, простите? Щербинский переезд. Щербинский переезд, пробка, стоим нормально, хорошо. Да, спасибо. Третье транспортное кольцо. Щербинский вал. Стоит. 7-3-7-3-94-8. Алло, здравствуйте. Алло, Владимир, еще раз здравствуйте. Кирилл, под Москвой. Внутренний МКАП от Волгоградки до Беседенского масла доехал за полчаса и все равно стою, что происходит, не знаю. Непонятно, что происходит, но по-прежнему стоим. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Внутреннее кольцо. Вот, в районе Очакова. Едем нормально так. Ну, 40 влеча, где-то ползем, 50. Спасибо. Внутреннее кольцо в районе Очакова. Ну, 40-50 нормально. Мне кажется, рабочее движение. Так мы его характеризуем. 10 утра, новости. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. 10 утра в Москве. В студии с новостями Катерина Звягинцева. Здравствуйте. В деле о крушении Боинга компании «Флай Дубай» появилась версия самоубийства пилота. Во время предварительного расследования установлено, что командир экипажа на протяжении 12 секунд удерживал кнопку, чем привел стабилизатор в режим пике. То есть речь идет не об ошибке, а об умышленных действиях летчика передает «Интерфакс». Согласно данным речевого самописца, на вопросы второго пилота о целесообразности этих действий, командир спокойным голосом отвечал лишь, что все нормально. Трагедия произошла 19 марта в аэропорту Ростова-на-Дону. На борту находились 55 пассажиров и семеро членов экипажа, все они погибли. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета в предварительном отчете в апреле сообщали, что лайнер рухнул по вине пилотов, которые по неизвестной причине направили Боинг в режим пике, и он столкнулся с землей на скорости 600 км в час. Отмечалось, что все системы самолета до последнего момента находились в исправном состоянии. Сенатор Александр Торшин прокомментировал обвинения в СМИ в связях с Таганской ОПГ. Он сообщил радиостанции «Говорит Москва», что официального обвинения ему никто не предъявлял. «Я с корреспондентом Блумберга беседовал три часа. Все ей рассказал. Казалось бы, все понятно. Приговор по делу от коммерсанта Романова здесь. Там ни об ОПГ, ни обо мне, вообще ничего нет. Нет, появляется какой-то секретный доклад, который никто не видел, той самой полиции, которая вела расследование. А помню, ранее агентство «Блумберг» сообщило о связи экзампреда ЦБ Александра Торшина с Таганской ОПГ. Согласно отчету секретной службы гражданской гвардии Испании, он консультировал членов преступного синдиката относительно способов отмывания денег через банки и приобретения недвижимости. С вами в Твиттере. Торшин рассказал, что в момент публикации обвинений в СМИ он находился на Соловках, где у него не было интернета. Также Торшин заявил, что не намерен прерывать свой отпуск и готов общаться с журналистами только по возвращении и после консультации со своими адвокатами. На юго-востоке Москвы ограбили квартиру на 37 миллионов рублей. Жертвой грабителей стал 32-летний житель столицы. Он уезжал в отпуск, а когда вернулся, заметил, что из его дома исчезли 20 миллионов рублей наличными, а также часы и ювелирные украшения. Как сообщили в столичном главке МВД, преступники подобрали ключи к замку и попали в квартиру на 1-й улице машиностроения. Сейчас полиция изучает записи камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело. Опоздавший пассажир попытался добежать до самолета по взлетной полосе. Это произошло в международном аэропорту Мадрида. Очевидцы засняли, как клиент ирландской компании Rainair пытается прорваться на борт. На кадрах мужчина с двумя сумками спрыгивает с телескопического трапа, а затем бежит по взлетной полосе к лайнеру, и там уже его останавливают сотрудники аэропорта. О дальнейшей судьбе пассажир ничего не известно. Далее о валюте. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 64,78 евро 71 рубль 76 копеек. И о погоде. В Москве плюс 24 градуса, атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. По данным Гесметио, сегодня в Москве ожидается переменная облачность без осадков, днем максимум до плюс 25 градусов. К этой минуте пока вся информация. Катерина Звягинцева, Габарит Москва. Внимание, внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Реклама. Сохранение традиций отечественного образования. Поиск инновационных технологий обучения. Поддержка молодых и талантливых. Создание творческих инициатив и бизнес-проектов. Определим приоритеты правильно. Развитие российской образовательной системы – важное направление государственной политики. Сохраним лучшее вместе. Телефон рекламной службы 737-87-47. Код 495. Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Журналист Архан Джемаль. В эту среду после 15. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем. 10 часов 5 минут в эфире программа «Подъем» в студии Дарья Кнорра и Владимир Карпов. Борода, лицо смеется над всеми, кто на Калушке. Калушка будет стоять всегда. Ха-ха-ха-ха. Это так он пишет. Дальше. Егор Титов. К дню города откроет тоннель на Калушке. Это очень странно. В районе Коммунарки. Я видела строительство этого тоннеля в июле. Там все только начинается. Ну, не знаю. К дню города. Пятницкое шоссе перед Юрлова. Ахтунг. Это Антон предупреждает. Поэтому, товарищи, будьте бдительны. Пишем дальше. Наш телеграм-бот работает. Говорит МСК. Бот. Именно так. Его можно найти в латинице. В одно слово. Говорит МСК. Бот. Все. Присоединяемся. Поехали. Пишем. 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 Как ведет себя денежка на бирже? Справедливо. Вопрос дает 520. Как объение сердца. Перед открытием сессии торговой. Как-то доллар рванул вверх. Потом сессия открылась. Он упал вниз. Пока колебания. Там в районе, не знаю, 10 копеек. Что-то такое. К 65 рублям за доллар рванул. Потом опал. Сейчас опять вверх поднимается. Сейчас 64.90. Просто на эту минуту у нас доллар торгуется. Поэтому жив курилка получается. Раз уж такая диаграмма у нас похожая на биение сердца. Значит, констатируем, что больной скорее жив, чем мертв. На рынках ничего сверхъестественного товарища не происходит. Когда откроют мост на Олипецкой, не знаю, Александр. Или Александр интересуется. Надеюсь, что его в принципе откроют. Тогда будет счастье всем. Дальше. Что еще у нас происходит? Про деньги. Коли уж начали. Здесь про автомобилистов. Стоимость ОСАГО для злостных нарушителей правил дорожного движения предложили увеличить втрое. Несложно догадаться... Да. Трое. Для злостных нарушителей правил дорожного движения. Почему ты-то возмущаешься? Нет. Ну хорошо. А что такое злостный нарушитель? Вот. А теперь мы начинаем разбираться в терминах. Несложно догадаться, что с подобным предложением вышли те люди, которые имеют отношение к страхованию. Российский союз автостраховщиков Игорь Юргенс, в частности. Так вот. Он говорит, мол, товарищи, нам кажется абсолютно справедливым, если полисы ОСАГО для тех, кто регулярно нарушает правила дорожного движения. Грубо, злостно, цинично полисы ОСАГО должны стоить подороже. Раз эдак в три, особенно если речь идет о злостных нарушителях. Например, если ты в год получаешь где-нибудь порядка, ну там, не знаю, двадцати штрафов, наверное, тебя можно отнести к злостным нарушителям, нет? У меня всего-то их три было. Вот. За всю историю моего водительства. За все три месяца всего три? Почти два года. Два года и всего три штрафа? Да. Ты не ездишь, мне кажется, просто. Нет, ты не поверишь, но я езжу. Превышение скорости, вот, все мои штрафы. А, то есть ты лихачишь. Немножко. Кстати, к числу грубых нарушений относятся в том числе и нарушения скоростного режима. На два километра. Ну ладно, потому что на 22, давай честно. Предельно допустимая скорость там 60, ты ехала 82 километра в час, получила всего-навсего 500 рублей. Так вот, предполагаю, что вот это нарушение не будет считаться там чрезвычайно грубым, но если ты превышаешь где-нибудь на километров 30 в час, на 40 в час, то вот здесь тебя относят уже к числу грубых нарушителей правил дорожного движения. И если ты делаешь это регулярно и получаешь больше там пяти подобных штрафов за год, то стоимость ОСАГО для тебя должна вырасти. Да, давай вот про то. Потому что это что? Это провоцирует аварии? Да. Ну понятно. Да. Да. Ну все. А тем, кто не нарушают, они не хотят немножечко снизить стоимость? Фу. Как ты с такими пошлыми предложениями можешь выходить к Российскому Союзу автостраховщиков? Что-то такое-то. Слушай, давай голосовалку запустим. Вы получаете больше, больше 10 штрафов за год. Вы получаете больше 10 штрафов за год. Да, 134, 21, 35. Вы получаете меньше 10 штрафов за год. Это 134, 21, 36. Вы злостный нарушитель правил дорожного движения. Внимание, парковка не считается. А почему? А потому что не считается. Вот они же понимают, что речь идет о вождении, и за это нужно карать беспощадно, понимаешь? Парковка не считается. Вы злостный нарушитель, вы больше 10 штрафов за год получаете. 134, 21, 35. А вы меньше получаете. 134, 21, 36. Сейчас мы выведем всех на чистую воду, смотри. Интересные голоса? Интересные пока идут. Алексей Борисович. Алексей Борисович звонит. Здравствуйте, Алексей Борисович. Доброе утро. Доброе утро. А мне кажется, все-таки здесь есть какая-то нелогичность. Почему? Потому что, ну, страховщики же, в общем-то, работают для того, чтобы компенсировать аварии. Да. И, наверное, было бы логично, если бы они брали бы большую сумму с тех, которые, скажем, там в течение последних пяти лет отмечены, ну, ДТП с компенсацией. Это было бы, наверное, логичней. Но брали с тех, кто попадает в аварии. Они так делают? Ну, конечно. Причем здесь нарушение правил дорожного движения? А это рисковное вождение. Это повышает вероятность того, что они попадут в аварию, а они расплачиваются. Они будут попадать в аварию. И вот уже как раз через установление фактов попадания в аварию и приводить уже к тому, чтобы кого больше брать, а не по конкретным нарушениям. Алексей Борисович, ваша логика, простите, напоминает логику правоохранительных органов из серии, когда убьют, тогда и приходите. Ну, то есть, когда вы приходите, в полицию говорите, слушайте, мне угрожают убийством. Они зевают и говорят вам, слушайте, ну, как убьют, вы и приходите. Ну, вот что-то из этой серии. Как попадете в аварию, тогда повысим. Не попадете, значит, повезло, пронесло. А расплачиваться им. Ничего я не могу вам возразить. Хорошо, принимается. Слушай, ну, стоимость ОСАГО ведь каким-то образом уже зависит от того, были ли у тебя аварии или нет. Например, если у тебя стаж вождения меньше двух лет, и ты еще и попал в аварию, то у тебя... Да, 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 коэффициент работает. Они, ну, мало этого, они говорят, слушайте, давайте мы еще и злостных нарушителей карать, потому что вероятность того, что они попадут в аварию гораздо выше, чем те, которые, значит, не злостные нарушители. За что их наказывать, если, там, рублем тем более, если они ездят, не нарушая правила дорожного движения, ведут себя хорошо на дороге, чего-нибудь там, улыбаются все время, пропускают пешеходов, вообще милые люди. Ну, правда, они заслуживают какого-то поощрения. Правда, пока про поощрение не очень активно и любят говорить. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, пожалуйста. Да, прочитал сегодня эту новость. Ну, во-первых, я вас поправлю. Вы говорили о том, что если будет нарушение на, там, 22 километра в час, то не будут, да, считать это в статистику. Я предположил. А больше на 30 там будут. Но я могу сказать, что есть нарушение от 40, а дальше от 40 до 40. То есть тут не важно, ты на 22 нарушил или на 39. То есть они в любом случае это будут учитывать, значит, это первое. А во-вторых, очередная глупость и побор у меня штрафов, ну, в месяц, наверное, штук 10 приходят однозначно. Все за скорость. Скорость 85, 82, 83 там ловят вот так. И при этом у меня, тьфу-тьфу-тьфу, там, за последние несколько лет ни одной аварии, да, почему я должен платить деньги за этот ОСАГО, которым я, в принципе, и не пользуюсь даже. То есть получается, что я ее просто плачу, никому не мешаю, езжу, нарушаю немножко, да, плачу за это. Расплачу. Стабильно пополам, да, плачу штраф по 250 рублей вместо 500, причем есть ОСАГО, и почему я должен платить за нее. То есть это, ну, просто очередной как бы. Ну, давайте попробуем уже тогда, ну, как это, поддержать их предложение и предположить, у кого следовало бы. Например, вы немножечко нарушаете, ну, самую малость. А есть те, кто злостно нарушает, там, мчаться по третьему транспортному со скоростью 150 км в час и плевать им на эти штрафы, и они их платят и ездят дальше с этой скоростью, такие летчики. Ну, я бы сделал переезд, например, на запрещающий, да, то есть переезд, я имею в виду, железнодорожных путей, да, там красный цвет, две сплошные, вот основные вещи. Ну, превышение больше 60 км в час, то, что сейчас карается решением прав. Это было бы корректно и нормально, да, логично. А нарушения ведь могут быть такие, как там автобусная линия, автобусная полоса. Сейчас на Варшавке перекопали всю, все четыре полосы, да, и осталась только автобусная, еще одна. Люди стоят там по два часа каждое утро в пробке. Нет, чтобы эту полосу отменить, да, на этот момент. Люди все едут, ну, заплатил я за эту полосу, если мне надо, приспичило, да, ребенка там я везу, прощу или еще куда-то. Ну, а почему я должен за это платить? То есть это нарушение, которое не влечет, не влияет на опасность, понимаете, на дороге. То есть я не создаю опасность, проезжая по этой выделенной полосе. Почему она должна попасть в статистику при ОСАГО, которая там... Ну как? Я поясню, вы, значит, революционер, нонконформист, вы пытаетесь нарушать правила, существующие в государстве, тем самым подвергая риску жизни, здоровья, ну, так это трактуется, жизни, здоровья остальных граждан Российской Федерации. Поэтому, ну, а почему к вам должно быть какое-то снисходительное отношение? Вы сами, получается, определяете, за что карать, а за что нет. Ну как, вы понимаете, за каждое там нарушение, даже в уголовном кодексе, да, предусмотрены разные там наказания, да, за какие-то сажают по жизни, за что-то, за какие-то там вещи сажают на 10 лет, а за какие-то на год. Так же и здесь, понимаете, есть правило, если я выехал на красный свет, я создал помеху, там, может быть, серьезное ДТП, да, решайте за это, да, то есть эти вещи ставьте статистику там по ДТП. Но если это выезд на транспортную полосу, ну, кому это мешает, да, ну, это моя проблема. Более того, я же заплатил за это, да, то есть штраф, я штраф, наказание несу, а тут получается двойное наказание, понимаете, двойное наказание. Да, наше любимое, наше любимое, наше любимое. Нет, ну как не бывает, у нас все бывает. Можно посмотреть на эвакуацию, мало того, что тебя штрафуют, плюс ко всему ты еще за деньги будешь забирать свой автомобиль. Доставать свою машину, да. И плюс к этому, кроме денег, ты еще получишь порцию унижения. Там, забирая свой автомобиль. В Волтуфьево где-нибудь. Куда вообще не добраться, если добраться только на оленях, и плюс ко всему там будешь стоять в какой-нибудь очереди, которая или на морозе, или в духоте, или под дождем, и неважно, ты будешь унижен, ограблен, но зато заберешь свой автомобиль. Это там даже не двойное наказание. Третье, тройное, простите. Что еще? Через два месяца откроют мост на Липецкой, Дамир сообщает. Спасибо за информашку. Штрафы за камеры не платят, в этом причина, пишет Боб. Ну, в смысле, злостные нарушители, они игнорируют эти штрафы. В ожидании, когда постучат судебные приставы, и тогда уже нам можно будет расплачиваться. А так зачем? В какой-то смысле. А ОСАГО они оплачивают. Ну, ОСАГО приходится там, понимаешь. А что касается проезда на красный сигнал светофора, это же у нас плевое нарушение считается. Там стоят тысячи рублей. Копейки. Серьезно. Номер потерял по дороге пять тысяч рублей. Проехал на красный тысяча рублей. Пересечение стоп-линии при этом, по-моему, если не ошибаюсь, две или две с половиной, сейчас я уточню. Что-то странное. Посмотри, посмотри. Проезд на красный там вообще не считается за нарушение. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Дмитрий меня зовут. Да, Дмитрий. Вам не кажется, что это будет взымание двойного наказания за одно и то же правонарушение? Именно так нам и кажется. Вот суд высшей инстанции должен сразу пресечь такой законопроект и зарубить его на корню. Почему? А как поощрить тех, кто не нарушает? Потому что у нас по Конституции вы не можете быть наказаны дважды за одно и то же нарушение. А это не рассматривается как наказание. Это рассматривается исключительно как поощрение для тех, кто не нарушает правила дорожного движения. Мол, для вас повышать стоимость ОСАГО мы не будем. А те, кто нарушают, они подвергают свою жизнь риску, жизнь других участников дорожного движения риску, плюс страховые компании подвергаются риску того, что они будут расплачиваться за ваш автомобиль. Поэтому, ну а как с вас не взять лишнюю копеечку? Вот я думаю, первый суд будет проигран, а второй суд при наличии хорошего адвоката будет выигрышно. Спасибо, принимается. Ну, 860 и 336 напоминают, что за повторный проезд на Красный все-таки лишают прав у нас. Но один раз можно, это правда. Там это не считается. Ну да, остопление это 800. 800? И тоже недорого. Да. И за то, что... Пересекай не хочу просто. Давай, пожалуйста. Я бы увеличил штраф за проезд на перекресток, после которого пробка, потому что это создает очень большие пробки для поперечного движения. А поперечным потом тоже стоять на перекрестке, пишет Игорь. Выезд на Красный 800 рублей стоил мне недавно. Это, наверное, с топ-линией вы пересекли все-таки, а не выезд на Красный. Слушай, и голосование. 31% у нас относится к числу злостных нарушителей. Так получается. 69% все-таки меньше 10 штраф в год получают. Хорошие какие. Да, и я, и я. Это наша аудитория, учитесь. Жаловаться сразу бросились именно те, кто злостные нарушители. А для 69% вообще ничего не будет знать. Признавайся, ты злостный нарушитель? Нет? Нет. Нет, я вообще примерный водитель. А ты не ездишь? Я езжу. Я езжу, и мне внимательно навигатор всегда рассказывает, где камеры висят. Это правда, пипикает теперь. Где камеры висят. 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, пожалуйста. Хотел бы по поводу штрафа всего этого высказаться. Давайте. Я вот всегда говорил и говорю, что нужно отменить все пошлины на машину, все налоги на машину. На бензин сделать рублей по 100, по 150. Тогда очень будет понятно, кому нужно ездить в машине, действительно нужно, а кому не нужно. Именно тогда будут люди собираться не по одному человеку в машине ездить, да, просто создавать, а собираться в кучу, там, если куда-то надо ехать, по трое, по четверть машину, как во всем мире это делается. Да, да, да. Вот, и плюс, вот это мне нравится отмазать. Ну, я же выехал там на авторинию и заплатил, это же мои проблемы. Ну, да, выехал на авторинию, где-то же велосипедист, который там ехал, ничего не подозревал. Это же мои проблемы, я платил просто. Он не сбил, он выехал, но не сбил. Ну, если сегодня не сбил, завтра собьет. Вы поймите, что правила, граждане, господа, хорошие, правила ПДД написаны кровью, кровью. Вот, сейчас напомню, во Франции трагедия с дружелюбиком произошла, 100 человек сбил. Ну, там, грубо говоря, да, грубо говоря. У нас каждый день 100 человек сбивают. Статистика такова, 35 тысяч трупов в год. Поэтому вы скорее на стороне вот как раз автостраховщиков. Так, чтобы штрафы должны, вот, по-моему, штрафы должны быть увеличены в 10 раз. Да, секундочку, здесь не штрафы, здесь все-таки полис ОСАГО, то есть это страховка вашего автомобиля. Это нафиг, все надо ликвидировать, это вообще ни о чем. Вот я страхую машину по каске, по ОСАГО. Каска мне нужна, она мне все восстановит. Упал кирпич на машину, прокололи колеса, поцарапали. Это я заплатил свои деньги, мы у нас коммерческие отношения. А тут, получается, прокладка между нами в виде каких-то государств. Ну, грубо говоря, которая говорит, давайте-ка, ребята, еще, вот, мне лично говорят, давай-ка еще 11 тысяч кубов. Видите ли? За что? За что? Я поясню, я поясню, ну, заинтересованность государства. А вдруг вы перестанете ездить? И что с вас тогда брать? Это же неправильно. Где стабильный доход? Где стабильное наполнение бюджета? Вообще непредсказуемая ситуация. Это же вы, злодеи, откажетесь от автомобилей. Ну, подожди, у нас официальная абсолютно политика московских властей заставить водителей как можно чаще бросать машину. Москва не вся Россия. Ну, да, бросать машину, но она же должна быть, а ты за нее должна платить. Нет, почему? Если ты откажешься от нее, то вообще замечательно. Пользуешься новыми маршрутками синенькими, МКЖД, метро и прекрасно сейчас совершенно. И здесь Джеймс, который Борщ, и масса других наших слушателей критикуют последнее предложение, потому что в Москве он будет бензин по 100 рублей покупать, а вся Россия будет пешком ходить, это Джеймс Борщ пишет. Ну, это возмущение многое, насколько цены вырастут в Российской Федерации, тут же посчитали и так далее и тому подобное. Поэтому сейчас предложение не очень понравилось, отмените все к чертовой матери, только бензин оставить. Все, дальше. Вы спрашиваете, кто хочет увеличения штрафа, какая у них зарплата и машина. А то нищебродов ободрать опять хотят, пишет 504-й. Какое поощрение, возмущается, 930-й. Все платят, только одни меньше, другие больше. Так нет, если бы мы меньше платили за то, что мы не нарушаем, это одно дело. Ты чувствуешь себя поощренный, правда? Да, всецело. Давай еще, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Антон, город Москва. Да, Антон. Последним звонившему, видимо, по 150 он может, давайте сделаем по 3000 бензин. Вот, мне так будет свободнее ездить. Это вообще, да. Да, а чего? Я вообще считаю, что если страховые компании так уж хотят, ну пусть они вот наши штрафы себе просто заберут. Не в государство, а себе. А с людьми уже больше не надо ничего брать. А подождите, а государству чего тогда? А что государству? Какая разница в государству? Ты? Это, мне кажется, уже главная статья наполнения бюджета Москвы. Так у нас же государство все хочет страховым компаниям отдать, но вот пусть она им эти штрафы и отдаст. Уже задолбали всех, а все все забирали. Спасибо, принимайте. Знаешь, как ты наблюдал, с какой скоростью в Москве выписываются штрафы? Вот камера фото-видео фиксации. Да. Примерно с такой же скоростью стреляет автомат калашников. А, ну да. 600 выстрелов в секунду, я напомню. Балдеть. Вот такие, на 500 рублей, которые штрафики, понимаешь? И вот они с такой. Это вот с такой скоростью у нас выписывают штраф. Понимаешь? А несколько раз в минуту превышение вот больше 60 км в час. То есть там. Это вот с такой скоростью примерно на 60 км в час нарушают в Москве превышение скорости. Очень мило, очень интересно. Поэтому отдать штрафы страховым компаниям, разорить московский бюджет. Ну, а о чем? Больше камер, больше камер ставить. Все, товарищи, а о чем? Проголосовали, возмутились, негодуем. Автостраховщикам ничего не дадим. Не дадим. И нарушать назло им не будем. Так получается. Но правда, это пока предложение, оно еще не оформленное даже до конца. И как это будет выглядеть в итоге, мы не знаем. Просто мы теперь знаем, что 69% наших слушателей, они хорошие. Они меньше 10 раз в год получают штрафы за какие-то нарушения правил дорожного движения. Незлостные. Незлостные нарушители. Хорошие. Вот такая у нас аудитория. Давай следующую тему. У нас Следственный комитет радует. Он решил учредить медаль за чистоту помыслов и благородство дел. Недалеко от нарушений и правоохранительных органов уходим. Следственный комитет Российской Федерации планирует учредить ведомственную медаль за чистоту помыслов и благородство дел. Проект приказа председателя СК об учреждении этой награды опубликован на портале правовой информации. В документе, в частности, говорится, что медалью будут награждаться сотрудники СК за высокую нравственность и благородные поступки, профессиональное мастерство и личный пример в образцовом исполнении служебного долга. То есть это ведомственная медаль Следственного комитета за чистоту помыслов и благородство дел. Я, честно говоря, наивный человек, полагал, что они все такие. У них чистые помыслы, и они благородны до безобразия. До одури, да. Да, и я-то думал, что их за это поощрять не нужно как-то дополнительно. Ну, у кого чище помысл, тот и молодец. Как это мирится? Не знаю. Как измерить чистоту помыслов человека? Помыслометр какой-то. Не знаю. Чего? Помысл. Я сразу смотрю, что такое чистота помыслов вообще. Чистота помыслов. Это когда ты говоришь, встаешь утром перед зеркалом, чистишь зубы и говоришь себе, надо ли, надо сегодня что-нибудь хорошее сделать. Там бабушку через дорогу перевезти, я не знаю, поймать какого-нибудь злостного преступника, отказаться от взяток. Сегодня будут предлагать наверняка, но нет. Сегодня ни в коем случае. И тогда помыслы твои чисты. Понимаешь? Тогда у тебя добрые намерения. И за это, в принципе, нужно бы поощрить. Ну а почему нет? Ну а как будут... Справедливо. Если ты берешь взятки, то тебя карают за это. Да. А если ты не берешь взятки... Значит, помыслы твои чисты. За это нужно награждать или нет? Да, конечно. Как? Что? Я не знаю, Володь. Давай, смотри. Вот для коррупционеров, для злостных нарушителей Уголовного кодекса Российской Федерации, в том числе работающих в Следственном комитете, существует наказание. Если они берут взятки и ведут какую-то противоправную деятельность, то их за это нужно наказывать. Сажать в тюрьму, штрафовать. Слушай, это как история со страховщиками из САСАГа. Вот абсолютно. Нет, смотри. Их сажают за это. Да. И они не работают в Следственном комитете. А нужно ли за это их поощрять? Нет, смотри. Когда их сажают, они перестают работать в Следственном комитете. Получается, в Следственном комитете работают только люди, которые не воруют. Подожди, мать. Нет, не так. Это подворовывают случайно. Ну, вернее, берут. Но их не ловят, например. Но не ловят, да. Не ловят. Но всё равно награждают, потому что их не поймали. Это вознаграждение. Так вот всё равно по лезвию ножа прошёл. Но их наказывают. Но нужно ли их поощрять за то, что они, например, не берут взятки? Более того, они даже об этом не помышляют. Более того, им противна эта мысль. Нужно ли их за это поощрить? Медалью специальной. Медалью за чистоту помыслов и благородство дел. Вы полагаете, что да. 134, 21, 35. Вы полагаете, что нет. Странное поощрение. Это 134, 21, 36. Появится новая взятка на получение медали за чистоту помыслов. И благородство дел. Конечно. Многородная комиссия. Вы полагаете, что да, нужно поощрять. Но если человек действительно благороден и помыслы его чисты, но есть такие даже в правоохранительных органах, я одного такого лично знаю. Ну, прям вот бессеребренник такой, отмороженный на всю голову. В следственном комитете или в МВД? Я в полиции знаю. У меня в следственном комитете... Он следователь... В смысле, он кто по должности? Звание у него майор. А кто он? Следак. Он следак, 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 следак. Смотри. Или какой-то такой, да. То есть там чем-то занимает, что-то все время там расследует. Ну и такой бессеребрянник совсем. То есть для того, чтобы нормально существовать, он был вынужден продать квартиру в Москве, потому что там на что-то им не хватало. Квартиру в центре Москвы. И приехать на окраину. Но при этом ни в коем случае нет никаких... А его свои не задавили там в конторе, потому что там же круговая пара. А держится? Держится. Держится. Ну такой хороший. Смотри. Вы полагаете, что да, нужно поощрять. 134, 21, 35. Вы полагаете, что тут не за что поощрять. 134, 21, 36. Можайское шоссе в центр, не доезжая Аминьевского шоссе, перекрыты три ряда. Из-за ДТП трех машин в каждом ряду осталась только выделенка. Они тупо притерлись своими бочинами. Пробка ад. Это 354, предупреждает о проблемах, которые сейчас на Можайском шоссе образуются. Давай. Голосование идет. Сейчас несколько комментариев. Быстро. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здрасте. Здрасте, вы в эфире, пожалуйста. Да мне Марат зовут. Да, Марат. Я скажу, что это ничего не даст. Потому что если человек благородный, он и так благородный. Если его будут заплатить, он и станет благородным. Но нужно ли его выделить среди всех остальных благородных донов? Это, честно говоря, вы больше будете обижать этого человека, чем поощрять. Кстати, да, спасибо. Он должен отказаться от этой медали. Как благородный человек. С чистыми помыслами. С чистыми помыслами. Он должен отказаться от этой медали. Конечно. И тогда ему дадут сразу орден. Не надо этого. Перестаньте, перестаньте. И тогда сразу орден, мне кажется, должен быть. Ну что, нет, ребят, не нужен орден. Я согласен. На медаль. Все. Останавливаю голосование. 14% наших слушателей говорят, что да, такие люди достойны. Поощрение. И 87% наших слушателей полагают, что нет, поощрять здесь не за что. Такие вот сухари наши слушатели. Да. Новости. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. 10.30 в Москве. В студии с новостями Катерина Звягинцева. Здравствуйте. В Британии признали превосходство российской армии. В секретном докладе отмечается, что Соединенное Королевство, скорее всего, потерпит поражение в случае прямого конфликта с Москвой. Документ оказался в распоряжении газеты «Таймс». В нем, в частности, говорится о превосходстве российского оружия, включая ракетные установки и системы ПВО над британскими аналогами. Авторы доклада обращают внимание и на тот факт, что, помимо оружия, Москва обладает другими технологиями борьбы. Например, военные рискуют стать мишенью в социальных сетях, поэтому офицеров просят отказаться от мобильников и планшетов на военных мероприятиях. Напомню, в ноябре прошлого года Россию включили в список основных угроз национальной безопасности Великобритании наряду с исламским государством. Деятельность этой группировки, напомню, запрещена в нашей стране, вирусом Эбола и массовым наплывом мигрантов в Европу. Стоимость ОСАГО для злостных нарушителей ПДД могут увеличить втрое. С таким предложением выступил Российский союз автостраховщиков. В список нарушений в том числе войдет превышение скорости. На неправильную парковку правило распространяться не будет, передает ТАСС. Размер коэффициента будет зависеть от количества штрафов, полученных водителем. Данные о них автостраховщики будут получать из информационной системы МВД. Для тех, кто нарушил ПДД менее пяти раз, стоимость ОСАГО не изменится. А максимальное увеличение коснется тех, кто в течение года получал штрафы более 35 раз. Полицейский случайно убил женщину во время учений в США. Инцидент произошел во Флориде, когда отрабатывался сценарий стрелять или не стрелять. Во время инсценировки пуля случайно попала в женщину. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, где она позже скончалась. Но отмечается, что офицер временно отстранен от службы. Цвет воды в Олимпийском бассейне изменился из-за проблем с системой очистки. Об этом агентству ТАСС рассказали организаторы турнира. Когда проблема будет устранена, неизвестно. Ранее сообщалось, что бассейн для прыгунов в воду всего за одну ночь стал совершенно зеленым. Многих спортсменов испугал этот факт. В частности, британка Таня Коуч заявляла, что никогда в жизни ей не приходилось прыгать в такую воду. Изначально предполагалось, что атлеты сами попросили перекрасить голубую воду, потому что якобы в зеленом зеркале бассейна меньше бликует солнце. Однако затем организаторы Олимпиады заявили, что еще и сами не разобрались в проблеме. При этом отмечается, что качество воды полностью соответствует стандартам безопасности. Майкл Фелпс поделился эмоциями после 21-го Олимпийского золота. Легендарный пловец заявил, что ему было очень важно выиграть медаль именно на дистанции 200 метров бутерфляя. Американец побеждал в этом заплыве в Афинах в 2004 году, в Пекине в 2008, а вот в 2012 в Лондоне он пропустил вперед южноафриканца Чеда Лекло. И все четыре года этот факт не давал ему покоя. Тогда это было сильное разочарование. Я говорил тренеру, как сильно хочу выиграть на 200-метровке бутерфляем вновь. И я приезжал сюда с этой миссией, и теперь она выполнена, сказал Фелпс журналистам. Пловец собирается завершить спортивную карьеру после игр в Рио-де-Жанейро. По словам Фелпса, осознание того, что это последний олимпийский заплыв в его жизни, сводит с ума. Далее о валюте. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 64,78 евро 71,76 рубля. И о погоде в Москве плюс 25 градусов, атмосферное давление выше нормы 751 мм ртутного столба. По данным Гесметио, сегодня в столице ожидается переменная облачность без осадков. Днем максимум до плюс 25 градусов, а завтра в Москве пасмурная погода, также без дождей и максимум до плюс 26 градусов. К этой минуте пока вся информация Екатерина Звягинцева «Говорит Москва». Говорит Москва Вечер. Мы собираемся и говорим. Вечер. Мы собираемся и говорим. 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 И ничего не боимся. Вечерний буфет. По будням после восьми вечера. Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. В эту среду с Михаилом Хазиным. Право знать. Говорит Москва. Обзор прессы. 10.35. Еще раз всем доброе утро. 85% граждан России принимают участие в благотворительности. Это результаты очередного исследования, опроса. Круг адресатов, которым они готовы помочь, достаточно широк от социально незащищенных семей, больных детей и хосписов до бездомных животных и диких зверей на грани вымирания. Помимо пожертвований, граждане интересуются волонтерством, краунфандингом, коллективным сбором средств через социальные сети, меценатством и спонсорством. Читайте статью в российской газете «Вы не знаете, как вы добры». Криминальные игры, преступления на Олимпиаде в Рио. Статья на сайте аргументов и фактов. Участники Олимпийских игр выступают как в роли жертв, так и в роли преступников. Например, один из спортсменов пытался в гостинице изнасиловать горничную. Она смогла убежать и заявила в полицию. Теперь его отстранили от игр. Население снимает с правительства ответственность за социальную политику. Это статья в «Коммерсанте». Граждане считают, что социалка не повлияет на результат выборов. О том, что ответственность за социальную политику несет глава правительства, говорят всего лишь 17% респондентов. Это «Коммерсант» сегодняшний. Ну и о встрече Владимира Путина и Раджепа Эрдогана читайте сегодня. Все об этом пишут и «Коммерсант», и на «Медузе» краткие итоги переговоров. 10.36 – это был обзор прессы. Ты удивительные штуки рассказываешь про благотворительность. То, что у нас, оказывается, сформировалась уже культура благотворительности в Российской Федерации. То, над чем так долго бились и кивали в сторону каких-нибудь Соединенных Штатов, Европы. Говорят, ну вот у них же. А у нас не так, у нас все черствые, равнодушные. И здесь тем удивительнее вот этот вот опрос, который проводили социологи, черт знает кто они, где нам рассказывают, что почти 85% граждан Российской Федерации принимают участие в благотворительности. Более того, в среднем за год граждане Российской Федерации совершают более пяти пожертвований на общую сумму 5784 рубля. Разовый средний платеж 200-250 рублей. 33% опрошенных вносили суммы от 1000 рублей до 5000. Еще 22% от 100 до 500 рублей. Ну и в числе самых популярных видов благотворительной деятельности ГУМ, помощь, вещи, продукты, товары, передаваемые через благотворительные организации, это почти 38%. На втором месте добровольные пожертвования напрямую, 36%. И, включая милостыню, нуждающимся на улицах в электричках метро, 34%. То есть это тоже отнесли к благотворительной деятельности, хотя... Это спорный вопрос. Спорная штука. Да, спорная штука. Слушай, ну правда. Это интересно. Я думаю, что на самом деле всему развитию благотворительности в России повлиял интернет и упрощение возможности оказать эту помощь, перечислять эти деньги. Во-первых, появились организации, которым мы можем доверять. Например, какой-нибудь условный Росфонд. Или другие «Подари жизнь», лицом которой стала Чулпан Хаматова. То есть она рассказывает об этом много. В интернете вы можете теперь посмотреть не только счет, куда это пойдет, почитать об этом ребенке, посмотреть, что потрачено, сколько потрачено, увидеть чеки даже некоторые выкладывают. Я бы перепроверил, ну правда. Да, при этом тоже мошенничество существует даже в этих условиях. Я про другое. Я бы перепроверил результаты вот этого исследования, потому что я почему-то подвергаюсь... Сомневаешься? Да. Возможно, это делали благотворители для того, чтобы рассказать нам, что мы на самом деле клевые, классные, у нас поднимается из-за этого настроение. И на этом волне мы, конечно же, начинаем активно заниматься благотворительностью. Сомневаться — это наша профессия. Прости. Это правда, да. Но я очень много вижу разных изданий, в интернете, в частности, новостных, которые публикуют у них плашки с рекламой какого-нибудь благотворительного фонда. Или они сами собирают. Мы, кстати, собираем с Росфондом вместе. И мы видим, сколько людей присылают, делают эти перечисления. А это очень просто. Теперь у всех приложения Сбербанк Онлайн раз в 200 рублей просто перевел. Даже особо не заморачиваешься на это. Значит, смотри, я голосовалку заведу для нашей аудитории для того, чтобы они поделились своими наблюдениями. Ну, про себя рассказали. Ну да, вы благотворительный. Товарищи, вы хоть раз за год в какой-то благотворительной акции принимали участие, приносили вещи кому-то, перечисляли кому-то денежку на операцию ребенку, на что угодно, на помощь котятам, на помощь ежатам, неважно. Амурским тиграм. Да, да, 134, 21, 35. Да, вы заметили за собой некий акт благотворительности за последний год. Было грешно, да, 134, 21, 35. Нет, ничего похожего не было со мной. Ну, то есть я точно к благотворителям себя не отношу. Это 134, 21, 36. Пытаемся прояснить, насколько действительно у нас сформировалась культура благотворительности. Об этом уже победоносно сообщает российская газета и говорит, мы сделали это. Мы клевые, мы не черствые, мы пытаемся все время кому-то помочь. Более того, порядка 6 тысяч рублей в год каждый гражданин России тратит на эту историю. Ну, вот, пожалуйста, сразу куча сообщений. Перевожу линии жизни примерно на 4 тысячи в год. Более того, да. Я лично 6 раз в год сдаю кровь. Я донор, считаю это благотворительностью. Это правда. Резонно. Мне пишет Кирилл Дмитриев, что лучше находить людей напрямую и помогать им. Я не верю ни одному фонду, лучше только самому все делать 10 и 10. Интересно, как вы это сделаете сами. Нет, 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 это важно. Вы когда говорите, что я не верю фонду, поэтому лучше самому делать, вы делаете это или не делаете? Да, если делаете, это тоже благотворительность, безусловно. СМС в помощь детям отправляю, но сомнения все же есть. Так, еще было что-то. Давай напомню про голосовалку, которая продолжается довольно активно. 134, 21, 35. Да, вы некий акт благотворительности за последний год совершали. Было такое. Да, это 134, 21, 35. Нет, ничего такого со мной не было. Никому не помогал, денег никуда не перечислял, вещи никуда не относил. Это 134, 21, 36. Про благотворительность и то, что такая культура в Российской Федерации сформировалась. Об этом сейчас рассуждаем. Пока результаты голосования меня приятно удивляют. Не буду называть окончательный результат, но еще дадим минутку буквально. Примем звонок. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А можно поговорить про милосердие? Конечно, вы уже в эфире и говорите об этом. Я очень рад. Я сейчас на пенсии, но я когда работал, я в такой хорошей организации коммерческой, в банке работал. И мы помогаем детскому дому в Поволжье, в Брейтвово. Я вам должен сказать, что главное, эта помощь должна быть адресной. Приехал, посмотрел. Если им это надо, холодильник, купил холодильник. Не хватает кастрюль, нужно кастрюли купить. Покрывало, покрывало. Занавески, занавески. Компьютеры. Старые компьютеры наши привезли. Но вот я сейчас на пенсии, но все равно меня ребята просят туда валить и смотреть, и делать фотоотчет. Привезли, распаковали, расставили, сфотографировали детей, воспитателей всех. Ну и назад поехали. Но обязательно, обязательно адресная помощь. Потому что публика там очень бедная. Вот важно. Смотрите, меня интересует следующий момент. Вы в какой момент начали оказывать ту самую благотворительную помощь? В 2000 году взяли список детских домов и выбрали самое удаленное, бритвое, это Рыбинское водохранилище. И туда поехали. И привезли, посмотрели. Вначале деньги. Но деньги даже... А с чего вдруг вы решили? Залог берут на прибыль. А с чего вы вдруг решили помогать? Деньги лишние появились? Ну, стали зарабатывать побольше. Нельзя сказать, что они лишние. Потому что и ипотеки, и квартиры. То есть здесь деньги всегда расходятся. Но дело в том, что когда оказываешь благотворительность, я это по себе ощутил и другим рассказывал. Тебе, у тебя жизнь складывается лучше. Здоровье лучше. Ты спишь лучше. Просыпаешься с хорошим настроением. И ты общаешься с детьми. Когда им привозишь. И видишь, что это... Ну, им это необходимо. Ты им радость везешь. Как правило, на Новый год. И настроение мое улучшилось. Так это звучит. Это правда. Насчет адресной помощи. Это, конечно, очень здорово. Если у человека есть такая возможность. И физическая, и экономическая, и, кстати, психологическая возможность. Приезжать и заниматься детьми. Или, например, приезжать в дома престарелых. Что, кстати, не так популярно, как помощь детям и кошечкам. Но не у всех есть такая возможность. И не все готовы это делать. И мне кажется, что уж лучше не адресно просто деньги, просто перечисления, а дальше они будут распределяться, чем вообще ничего. Я остановлю голосовалку. Результат. 71% наших слушателей. Не 85, как в исследовании. А 71% наших слушателей, да, совершал некий акт благотворительности за последний год. Ну, то есть, все-таки подавляющее большинство наших слушателей в этом каким-то образом участвовало. 29% нет. Говорят, ничего похожего с нами в последний год не происходило. Ну, тогда можно констатировать. Да, действительно, некая культура благотворительности в российском обществе сложилась. Возможно, даже неожиданно для нас самих. Да. Благодаря чему это произошло? У тебя есть ответ? У меня нет. У меня есть ответ. Какой? Я считаю, что просто стало проще это делать, и можно просто послать СМС-ку, находясь на работе. Ты случайно увидел, а, перевел все, даже если ты забыл про это. Понимаешь, это стало проще делать, и стало очень много фондов, которым мы доверяем, которые представляют какие-то известные лица, например, да, которые ручаются за это. Вещами, кто передает, избавляется от хлама, пишет Елена Искунцева. Да неправда, вы знаете, я отвечу Елене Искунцеву, на самом деле отбор очень жесткий, не принимают все вещи детские дома, от игрушек отказываются, потому что игрушки первое, что привозят, все завалены этими детскими игрушками. Есть определенный список, что нужно. Поэтому там все тоже не очень просто, не то, что вы привезли коробку хлама, и вас все приняли, и вы уехали. Совсем все не так происходит. Благотворительность, приватизация добра, пишет Сергей. Те, кто говорит о благотворительности, делает ради своей гордыни, это пишет Елена. Ну и ради бога, да хоть бы даже из какой-то алчности, из себя любия, пожалуйста. Если вы спасли ребенка при этом, и ему хватило на операцию, расскажите хоть всем, что вы главный благотворитель. Ну, мне так кажется. Сергей Васильевич пишет, мои некоторые знакомые помогают, но корысть в их помощи все же есть, уходят от налогов, пишет Сергей Васильевич. Мне бы кто помог, жду зарплату в 4 тысячи рублей после отпуска, как хочешь, так и живи, пишет 385-й. Возможно, как-то мгновенно откликнутся наши слушатели, тем более, что культура, как выяснилось, сформировалась. Дарья уверена, что это произошло благодаря тому, что сделать проще стало все это. Все уже за тебя все организовали, твоя задача, типа, нажать кнопки на телефоне, да, например. Или куда-нибудь в известное место отвезти коробку вещей, отобранных заранее. Но это тоже труд, слушай. В одном случае ты просто деньги платишь, непонятно вроде как, за что, да, или предполагаешь, что на доброе дело даешь. А в другом случае тебе нужно совершить целый набор манипуляций. Собрать вещи, отобрать вещи, отвезти вещи, сдать вещи. Поэтому тоже труд. Конечно. С чего вдруг, товарищи, кто может рассказать, откуда эта культура появилась у нас? Чёрствых, глухих к чужим бедам, нет? 7373948, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста. Меня зовут Алексей, фонд Нопосаран. Знаете, сам этим недавно занялся, с 14-го года, когда война началась на Донбассе. Так. У меня друзья поехали воевать туда, которые вместе служил. И начал помогать сначала ополченцам, а сейчас уже и населению помогаем. Интересное наблюдение. В основном помогают люди, которые зарабатывают мало своим трудом. По 100, там, по 200 рублей. То есть богатые, они на это не ведутся. Богатые не очень, а вот те, кто победнее, которые не разучились сочувствовать, сопереживать, они как раз идут. Получается так. Спасибо. Пожалуйста. Фонд Нопосаран. Не слышал, но есть. Я тоже не слышала. Давай ещё. 7373948. Доброе утро, Андрей. Алло, здравствуйте. Да. Я вот хочу рассказать историю, как у меня отбили желание заниматься через фонды благотворительностью. Когда я учился в мединституте на шестом курсе, хотелось что-то сделать такое хорошее, доброе. И решили сделать благотворительный концерт для детей в детском доме. Выяснили, что дети, которые живут в государственных детских домах, они, в принципе, не настолько нуждаются. И мы собрали средства для детей, которые в приюте при церкви, при православной церкви. Вот. И мы заранее договорились, что мы детям купим то, что им надо. То есть мы не деньги им передадим, а вещи, одежду. Там выяснилось, что дети вафли не ели там по 3-4 года. Так. И когда уже всё договорились, списки создали, уже наполовину всё купили, уже идёт концерт, он заканчивается, к нам подходят какие-то неизвестные люди и требуют у нас деньги. Вот вы нас обманули, вы вроде как занимаетесь благотворительностью, сдавайте нам деньги. Где? Мы убедим, ребят. Кэш. Простите. Мы заранее всё обговорили. Вы нам дали списки, что надо купить детей. Мы там в течение недели бегали по всяким базам, где можно всё в розницу купить по оптовым ценам. Собирали деньги. То есть в таком плане, что если вам не интересно прийти на концерт, то там в основном романс, авторские песни, это сейчас не в тренде. Всё, что не КВН, это не в тренде. Просто сдайте, кто сколько может. Студенты, мединституты, ну сколько они могут? Кто по 10? Ну мы собрали тогда для нас достаточно большую сумму, это 50 тысяч. И после этого как отрезло, я правильно понимаю? Не, я вам дальше расскажу. Когда мы приехали в этот детский дом, там как бы две, скажем так, организации. Одна, дети до 4 класса, они при одной церкви, а дети больше старшего возраста, они при другой. Мы съездили и в ту, и в другую. То есть мы приехали туда, дали им там ещё один концерт, привезли им вещи. То есть целая газель туда поехала и целая газель в другое место. Мы увидели зашуганных детей. Но мы всё-таки медики, мы немножко психологией там занимались. Мы понимаем, какие-то азы даже среди нас были люди, у которых детей-то нет. Но мы понимаем, как надо с детьми воспитывать, что их нельзя бить, что на них нельзя кричать. Увидели, что дети зашуганные, забитые. И видели сцены жестокого обращения с детьми. И после этого, вот если я занимаюсь благотворительностью, то только адресно. То есть не через каких-то посредников, а прямо непосредственно человеку нуждающемуся. Можно я уточню? Мне отбили желание вообще как-то общаться с РПЦ. То есть если я хожу в храм теперь после этого, то только как-то, скажем так, изолировано от самих служителей церкви. Можно я уточню? Просто вы начали с того, что у вас пропало желание заниматься благотворительностью. Но при этом говорите, что если сейчас я и занимаюсь, то только адресно и лично. Так занимаетесь или нет? Нет, занимаюсь естественно. Почему естественно? Отбили желание заниматься через фонды, через посредников. Хорошо, но почему это для вас естественно? Вот в этом я пытаюсь разобраться. Откуда это взялось? Слушайте, еще недавно мы думали про себя, что мы исключительно черствые, равнодушные. И у нас нет культуры благотворительности, а вот у них есть, а у нас почему-то никак не создадут. А тут вдруг это для всех естественно. Откуда это? Нет, я не скажу так. Русские люди всегда были достаточно мягкими, сочувственными. Банально, вот вам история из психиатрии. В то время, когда в Европе людей, которые страдали психическими расстройствами, приковывали цепями к стенам, содержали в подвалах, в ужасных условиях. И их освободили только от пут в XIX веке. До этого к ним отношение было просто ужасное. В России этих людей держали при церквях, к ним относились снисходительно, им всегда помогали. То есть русские люди вообще всегда отличались с сочувствием, добром. Хорошо, хорошо. Я уверен, что это и осталось. Спасибо. Для нас это естественнее, чем для них, поэтому ничего удивительного нет. Хотя еще совсем недавно ничего похожего не было. Я просто прекрасно помню эти рассуждения, разговоры о том, что неплохо бы у нас как-то наладить так эту систему, чтобы она функционировала не хуже, чем у них. Почему у них может существовать там целая больница только за счет пожертвований, а у нас нифига не получается. Да, еще раз, потому что людей, которые готовы адресно заниматься конкретным ребенком, конкретным детским домом, конкретным домом престарелых, их очень мало. Поэтому нужна была действительно система, которая привлечет все массы, чтобы были в нее вовлечены и волонтеры, которые туда ездят, сами занимаются, и люди, которые вещи собирают, люди, которые ищут детей по лесам в Лизеалерт, опять же, волонтеры, и люди, которые просто смс-ки передают. Вот в этом смысл структуры, которая создается. То есть была создана инфраструктура и структуры, и вообще все механизмы, благодаря которым вся эта история у нас вдруг неожиданно для нас самих же и заработала. А раньше была точечная система, какой-то один храм, я сейчас не знаю, про какой храм рассказывал наш слушатель, но я знаю, в Москве несколько храмов. По словам, наверное, подвергают сомнению, дайте адрес, требует Алексей, не только он, и Арбатриил об этом же пишет. Даешь адрес, мы не верим, что такое вообще может существовать, ну, не знаю, в прошлом. Тем не менее, мы знаем, что есть отдельные храмы, да, то есть в системе РПЦ, но это отдельные храмы, которые по собственной инициативе, их приход занимаются благотворительностью. Например, какой-нибудь там школы для... Черноостровский монастырь. Ну, что-нибудь такое. Да, 7373948, слушаем вас, Алла, здравствуйте. Алло, здравствуйте, меня зовут Андрей, Москва. Да, Андрей, да, вы черствый, Андрей, давайте. Я, нет, я более мягкий Андрей, чем предыдущий. Так. Я работаю, собственно говоря, в благотворительности. Круто. Да, и хотел сказать, что, на самом деле, вы правы, обсуждаете довольно верно, почему это стало, набирать какие-то обороты. Но, если честно, меня немного печалит то, что я очень слышал про адресную помощь и про то, что нет, никто не готов сотрудничать с благотворительными фондами. В общем-то, это говорит о том, что как раз культура, как таковая благотворительность, я как-то ее вот как раз сейчас и не слышу, как раз культура благотворительности. Но она формируется. А что такое культура? Конечно, конечно, конечно. А что такое культура благотворительности для вас, поясните? — Да, для меня, ну, наверное, как еще и человека, который изнутри занимается этим, для меня культура благотворительности — это как раз в том числе и помощь через фонды, да, потому что большую часть какой-то помощи благотворительной все же оказывают фонды. — Да. — Поэтому, конечно, ну, не знаю, я вот вижу эту культуру так, что вот... — Мы пока не доверяем, конечно, пока еще не доверяем. — Ой, а можно я приземленный вопрос задам, но мне важно понять масштаб. У вас есть фонд, в котором вы работаете, вот через фонд за год. Сколько примерно проходит денег, чтобы было понятно, насколько масштабная эта история вообще у нас? — Если честно, я цифры не знаю, я человек, который не занимается, ну, непосредственно, скажем так, я медик, да, и занимаюсь психологией, вот, внутри фонда. Наш фонд довольно большой, и у нас довольно большие деньги, да, то есть есть разные фонды, вот. — Ну, в общем, разные есть фонды, и, в общем, довольно сложно мне говорить про деньги, я этим вопросом не владею, правда, информацией. — Ну так, по оценке, по миллиону рублей, миллиону долларов, евро. — Нет, ну, конечно, то есть все зависит от величины фонда. У нас тут есть фонд «Подари жизнь», да, это очень большой, крупный фонд, там действительно большие деньги, и я лично знаю много людей оттуда, и это правда действительно фонд, который работает, не подлагая рук, делает очень много всего важного. То есть, перечитать деньги такому фонду или подобным фондам, это довольно важно, на самом деле, для людей, которые в них работают. То есть, это уже профессия, выход на, когда благотворительность в профессии, это уже, вот это как раз и есть, наверное, другой уровень. — Спасибо, спасибо большое. Ну что, давай резюмировать. Во-первых, культура благотворительности у нас, еще нельзя сказать, что сформировалась, но формируется, и причем довольно интенсивно, судя по тем масштабам, которые мы просто видим даже по результатам нашего голосования, когда 71% да, в чем-то да участвовал, в какой-то благотворительной акции, в каком-то акте благотворительности. Это раз. — Второе. Ну, фондам у нас пока не доверяют, судя по тем звонкам, которые раздавались. По ряду причин, ну, были случаи. — Третье. Ренат Каримович пишет, объясняя, почему вообще это происходит. Народ оклемался от перестройки, появилась некая стабильность, можно и помочь нуждающимся. Так Ренат комментирует происходящее, то есть, почему вдруг у нас появилось некое желание периодически кому-то нет-нет, да и помочь. — Ну и третье. Давай хорошее что-нибудь про наших футболистов скажем, давай. — Неожиданно. — Да, да, я не успела перестроиться. — Не-не-не, смотри, вот мы их ругаем за то, что они где-нибудь в Монако отдыхают или еще что-то делают, ну, ведут такой праздный образ жизни. А потом, когда начинаешь копать, там потрешиваешь, они уже такие же, ну, в смысле, какие-нибудь детские дома что-то возят, какие-то там помогают детям в операциях. То есть, не все деньги они тратят на шампанское, справедливости ради нужно заметить. Они периодически также участвуют в этих благотворительных акциях, фондах и прочем-прочем-прочем. Поэтому, ну что, ну вот что-то хорошее тоже от них может случиться. — Да, да, что ж, молодцы, молодцы. — А что ты еще скажешь? — Нет, ну вот Роналдо, например, просто отказался от своего призового гонорара в пользу там каких-то бедных детей. И, в принципе... — Показушник. — Да. — А наши делают это тихо. Смотри, их мочат, как могут вообще. А наши там что-то тихонечко кому-то помогают. Смотри, все. О движении. — Сейчас информация о движении, где вы едете и что наблюдаете, стало полегче на юго-востоке. Но там по-прежнему есть затруднения, вот начиная от котельников по внешней стороне и куда-то дальше туда. Ну и на внутреннем, в том же районе, в районе Жулебинского лесопарка, тоже все стоит почему-то. Почему не понимаю. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Аллах, здравствуйте. — Здравствуйте. Довольно жесткая пробка в Москву по Киевке, начиная от Внукова. — Ой, там, наверное, кого-то провожают? — Нет, там, как обычно, ремонтные работы. — А-а-а. — Пусть к первому сентября их закончат, значит, это будет вешалка. — Хорошо принимается. — И, кстати, по Калушке тоже перекрытие движения. Там пробка образовалась у газопровода в районе Коммунарки. — Да, там было плохо, стало вообще невозможно. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте. — Владимир. Ну, Сербинку я проехал удачно. А въезд в Ящино шикарный. Внутренний кат из Бутова выезд великолепный. Прекрасно, чудесно, потрясающе. Да? Пожалуйста, вам хорошая была новость от наших слушателей. Но север, скорее, северо-запад Московской кольцевой автодороги на внешней стороне плохо, очень плохо. 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Доброе утро. Я сам с собой поговорю. 7373. А, нет, все, смотри. 11 часов уже. С вами сегодня подъем провели Дарья Кнор и Владимир Карпов. Всем хорошего дня. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. 11 часов в Москве. В студии с новостями. Катерина Звягинцева. Здравствуйте. В деле о крушении Боинга компании «Флай Дубай» появилась версия самоубийства пилота. Во время предварительного расследования установлено, что командир экипажа на протяжении 12 секунд удерживал кнопку, чем привел стабилизатор в режим пике. То есть речь идет не об ошибке, а об обумышленных действиях летчика. Об этом интерфакс.